Встречайте, Байк Ю5+. Совершенно новый уровень эмоций. Байк Ю5+. Уже в твоем городе. Она вызывает страх и трепет. У каждого, кто на нее всклянет. Она привлекает и будоражит. С ней невозможно договориться. Покорить ее сможет только сильнейший. Абсолютно новая. Еще более сложная. Невероятная полоса препятствий готова. 175 героев из России, Армении, Казахстана и Белоруссии осмелились выйти на старт. Но статус суперниндзя и приз 5 миллионов рублей получит только один. Он просто прыгнул. Держись! Прыжай! Лови кольцо! Трое звездных ведущих и восемь жарких ночей в минеральных водах. Это не просто соревнования. Это даже не игра. Это образ жизни. Это невероятно. Стой, 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 стой. Проект, где рождаются легенды. Это суперниндзя. Уже второй раз среди кавказских гор появляется новая, уникальная вершина, которую мечтают покорить лучшие атлеты. Но чтобы на нее забраться, нужно обладать невероятным характером и физической силой. Полгода назад здесь загорелась первая и пока единственная звезда на небосклоне российского ниндзя-спорта. И имя этой звезды Юрий Прохудин. Прошло время, и сюда снова приехали 175 участников. И не только из России, но и из Беларуси, Казахстана, Армении, Израиля и Китая. Все хотят повторить путь Юры и стать лучшими. Чье имя мы втишем в историю? Узнаем вместе во втором сезоне суперпроекта. Суперниндзя на суперканале СТС. Наши участники должны показать максимум своих возможностей. Потому что из 25 человек, которые выйдут на старт, лишь 10 лучших окажутся в полуфинале. Там они будут противостоять друг другу на уникальной двойной полосе препятствий. Но начнется все, конечно же, с отборочного этапа. Здесь каждого атлета ждет 6 препятствий. В самом начале атлетов ждет тропа ускорения. Вовремя оттолкнувшись и перепрыгнув в пропасть, им нужно зацепиться за канат, после чего спрыгнуть на платформу. Затем русские горки, где их ждут перелеты с турника на турник вплоть до последнего, который нужно крутить, опуская специальное кольцо. Третье препятствие – парящие болты. Здесь, используя канаты, необходимо перемещаться с болта на болт. Затем им нужно пройти по шаткому мосту. Это две вращающиеся трубы, разделенные островком безопасности. Дальше их ждут перегонки с кольцом. Череда препятствий, которые можно преодолеть только по воздуху благодаря кольцам. И, наконец, противоход. Наклонная беговая дорожка, двигающаяся в обратном направлении. У каждого атлета будет только три попытки, чтобы справиться с этим препятствием. Чтобы препятствие считалось пройденным, атлету необходимо взять светящееся кольцо и положить его на платформу. И всего таких колец пять. Если во время прохождения полосы атлет потеряет кольцо или коснется воды, то он закачивает свое выступление. Кстати, новые трассы были разработаны и оттестированы большой группой профессионалов, в которую теперь входит победитель первого сезона проекта «Суперниндзя» Юрий Бракудин. Ну что, мы готовы, участники тоже готовы. И все, что им нужно, это слова поддержки. Поэтому Лера идет вниз к участникам, чтобы заряжать их на победу. Бегу к вам, мои хорошие! Отборочная полоса препятствий, на которую еще никогда не ступала нога человека, готова принимать в гостей. И сейчас на нее выйдет первый атлет второго сезона. Вот это ответственность! Говоря об Александре Буга, можно использовать разные характеристики. Педагог, баскетболист, кандидат в мастера спорта, бывший участник шоу «Русский ниндзя». И ему выпала честь открывать наше сегодняшнее шоу! Когда я пришел на «Русский ниндзя», у меня была счастливая семья. Я, супруга, ребенок, кот Сема. Но все перевернулось в один момент. Моя супруга изменила меня. Я никаких поводов не давал. Я вообще на самом деле никогда не думал, что такое может быть именно со мной, да? И это очень больно. Вот, потому что вообще... Больно, короче, было. Сын решил сам остаться со мной, потому что ему некомфортно быть рядом с другим человеком, который находится с его мамой. Сейчас я отец-одиночка. Мне сразу было очень сложно. Меня... Ну, голова разрывалась. Я не понимал, с чего начать. Как это, как, как, как... Как те же самые элементарные бытовые вещи, да? Это все ложится на мои плечи. Приготовить завтрак, помыть посуду, собрать себя, сына, рюкзак, погладить вещи, понимаете? То есть обычно это девочка делает, а тут что-то, да, надо брать в руку, в утюг. Я никогда себе не гладил. Очень сложно, очень сложно, потому что я работаю, я преподаю физкультуру. У меня шесть уроков. Дальше у меня начинаются тренировки по баскетболу и до самого позднего. И я не могу видеться с сыном так часто, как бы хотелось. Мы с ним видимся только с утра. Если я прихожу, он уже спит. Есть такое ощущение, что, да, я... Не вкладываю, не додаю сыну, да, какие-то моменты там. Вот сейчас. Ах, начинается. Вот сейчас то же самое, да, там сын один. Он ждет меня. Да вот. Скучает, да, так же я тоже по нему скучаю. Все, хорошо. Привет. Как тебе зовут? Майкл. Майкл? Какое красивое имя. Меня Лера. Я могу знакомиться. Волнуешься? Очень. За папу. Вот папа бежит. Я пришел пройти трассу, чтобы показать своему сыну, если ты упал, вставай, поднимайся, собирай эти сопли, просто вот, бери себя там, за шкирку, не знаю, куда хочешь там, просто толкай, иди, 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 и только перед иди. Да он очень заряжен, посмотри какой он. Я не знаю, что желать такому бородатому, позитивному парню. Пожалуй, только удачи. Вперед, Саша! Ну что, посмотрим. На паку ускорения в самом начале. Его ждет. Хороший прыжок. Но, тем не менее, чуть-чуть на грани. Нога уехала, опорная нога-то уехала. Он оттолкнулся на нога. Поехала дальше. Это твой папа? Да. Русские горки. Следующее препятствие. Турник на колесах, вниз по рельсе и вверх к следующему турнику. Сразу смотри, не медлит. О! Молодец! Саша молодец. Слышишь, он выглядит, как тинейджер-дровосек. Напоминаю о наших правилах, если даже кепка с его головы падает во время прохождения и касается воды, то он может быть дисквалифицирован, поэтому, надеюсь, она хорошо сидит у него на голове. Саша! Саша! Давай, давай, давай! Давай, давай! Но пока у него определенные сложности, он никак не может правильно раскачаться, чтобы перехватиться за следующий турник. Давай, давай, Саша! Давай! Тревожно, потому что силы-то постепенно утекают у него из мышц. Батя! Батя! Неправильно раскачивается, даже я уже вижу. Он назад, его мах корпусом назад, тормозит его наоборот, он этого не знает, здесь нужно, как ребенок на качелях. Батя! 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 Саша, у тебя много детей среди твоих воспитанников, а ты знаешь, как они качаются на качелях. Давай еще! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эх, расстроен Александр, сейчас в сердцах отбросил кепку, она оказалась в воде вместе с Александром. Это, это, конечно, обидно, это очень обидно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чего-то пошло не то. Вообще позор просто. Александр, тебе нечего стыдиться. Я знаю, на что ты способен. И вся страна это знает. Да, здесь сегодня не получилось. Наша трасса беспощадно, она не прощает ошибок. Саш, но мы ждем тебя снова. У тебя есть любящий сын, который тобой гордится. Это самое главное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр стал первой жертвой нашей полосы препятствий. Он оказался в воде. Он не добрался до первой контрольной точки, а это значит, дорогие друзья, что его путь на нашем проекте закончен. Просто позор, просто позор. Я должен был быть рядом с ведущими 100%. У меня нет слов. А на нашу трассу уже готов выйти второй участник. Монтажник натяжных потолков Арсен Язерян из Краснодара. Характера у Арсена не занимать, ведь он уже успел потерять все и начать восстанавливать жизнь с нуля. Я учился на программиста. У меня была девушка, мы с ней с 15 лет были вместе. Все было отлично, просто классно. Но в какой-то момент я остался, так сказать, ни с чем. Это из-за трейдинга. Я просто в один прекрасный момент я от всего отказался. Типа, зачем мне эта учеба нужна, если я сейчас могу пойти там за 5 минут заработать там 100 тысяч? И все, у меня голову понесло, и я начал тысячу поставил, проиграл, поставил, проиграл, поднял, потерял, поднял, потерял, до 15, что ли, доходил тысяч, но опять сливал. Я такой ложусь спать, я думаю, все, сейчас будут миллионы. Когда идут деньги, особенно легкие деньги, а я не из богатой семьи, я сразу же хочу еще больше этих денег. И я дошел до 30 тысяч там, или до 40 тысяч долларов. И это было просто космос. Машину мог купить, грубо говоря, там какую-то... Но я все эти деньги в момент потерял. Все, я ни с чем. Я не знал, как я это вообще пережил. У меня вообще такой мандраж, я не знал, куда деться, я чуть ли не готов был с окна выпрыгнуть. Потому что, когда ты... Ничего у тебя нет. Ты вроде бы миллионер, но у тебя в данный момент ничего нет. Даже чтобы шоколадку купить девушке, и даже макароны купить, не на что было. Я сижу дома, без работы, без денег. Девушка приходит и говорит, сейчас жестко. я вспомнил, как она приходит и говорит, что у меня сто рублей в кармане. А я последние тысячу рублей просадил в этих сто, в этом трейдинге. и... потом просто она ушла и все. Блин, не могу, вообще, честно, не могу. Это что, я дебил, я что-то. Я потерял человека, который был и все из этого гребанного трейдинга. Я-то пофигист, мне пофиг на все. Я такой человек, что меня куда не засунь, я везде вышел. Но я сейчас больше... Эти эмоции, за то, что девушка... Как она это все вытерпела? Я благодаря этому... опять за девушку смотрю. Отчасти от этого я стал заниматься спортом. Да, у меня мне было особо сил, но я хотел что-то поменять в своей жизни. Я понял, что так продолжаться не может. И я пошел на армрестинг, там познакомился с парнем. Мы пошли на ниндзю площадку, и у меня прям реально очень хорошо все начало получаться. Я стал чувствовать, как я все сильнее и сильнее, и я вот пришел сюда. Сейчас он стартует! Погнали! Тропа ускорения, с нее все начинается. Итак, Арсен хорошо цепляется, пока длинными ногами он не дотягивается до платформы. Рукой, рукой тянет тебя. Есть, переваливается. Сейчас настоящая проверка будет Арсена на русских горках. Сыночек. Он у меня очень сильный мальчик. Мы видим. Осторожно, не спеша, так деликатно пытается выбрать нужный хват. Приближается к краю, прыжок. Вот так быстро заканчивается путешествие Арсена на шоу Суперниндзя, друзья, потому что он не добрался до первой контрольной точки, а значит, этим ярким падением в воду путь его на нашем проекте закончился. Чапалаха я получил хорошую от жизни. А плюха, так сказать? Да, плюха, чтобы я отрезвился и начал что-то делать нормальное. Ты приходил именно за ней? За ней? Нет, серьезно, я сейчас прям чувствую, все. Надо приходить и в следующем году все тут разрывать и все. Это счастье, это не победа, когда падение вдохновляет тебя на то, чтобы начать свою жизнь заново. Вот такая наша полоса препятствий в этом сезоне. Ладно, Ром, держи свою пятихатку. Этого парня некоторые зрители нашего шоу наверняка вспомнят, ведь он принимал участие в первом сезоне Суперниндзя. Вот только нашу сложнейшую трассу сам он не проходил, а поддерживал вместе с Лерой своего товарища. И я уверен, многие просто мечтают о таком друге, как Стас. Привет, я из прошлого сезона. Возможно, вы меня не запомнили, но вы запомнили этот голос. Рома, давай! Давай, 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 Ромка, молодец, молодец! Красавчик, Рома, давай! Не торопись! Посмотри на меня! Торопись, только не торопись! Ты меня видишь? Нет. Все хорошо? Давай, давай, Ромка, спокойно, спокойно, Ромка, друг, давай! На этот раз Стас решил сам попробовать свои силы и преодолеть нашу отборочную полосу препятствий. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень много звонило знакомых после выхода эфира. Мы говорили, как я вообще туда попал, как ты вообще попал на СТС. Я обычный экскаваторщик с Кемеровской области, с города Прокопьевска. Обычный работяга. Я очень надеюсь, когда я выйду на эту полосу, что зрители меня будут поддерживать вот так. Стас, давай! Стас, давай! Они поменялись местами. Вот Роман Эминов, прошлогодний участник нашего шоу, поддерживает сейчас Станислава. Он самый громкий, самый звонкий. Все говорят, что это очень тяжелая трасса, что одна из самых сложных, что это какая-то борьба за выживание. Ребята, вы приедьте в Прокопьевск, поживите недельку, и ваша трасса покажется вам сказкой. Город по сей день живет в каких-то 90-х. Если кому-то что-то не нравится в городе, они могут решить это оружием. Раз в месяц у нас происходит какое-то стрельбище в заведениях. Начинается с того, что кто-то кого-то толкнул, кто-то что-то не так понял, кто-то посмотрел на чью-то девушку не так. И все из-за этого начинается какой-то конфликт. И люди спускаются, берут ружье, оружие, и все, и начинают шмалять. Случаев таких много было. Ну, когда убивали на смерть в заведении. Без спорта в Прокопьевске выжить невозможно, я бы сказал. Если ты не занимаешься спортом, то ты будешь постоянно огребать. Я уже в 13 лет начал заниматься тайским боксом. Фуф, ну что, мы все с нетерпением, друзья, и Станислав уже на старте. Когда я выйду на эту трассу, не дай бог, Рома будет меня поддерживать хуже, чем я. Тогда я привезу его в город Прокопьевск. Кстати, я кому не предлагаю, никто не приезжает в город Прокопьевск вообще. Я не знаю почему. Стану! Делай красиво! Где-то я это уже видела. Погнали! Три, два, один, вперед! Первое препятствие, которое ждет нашего участника, это тропа ускорения. Да. Коварная тропа, но свет, он проносит в ноги, не успел я даже описать вам, что это за препятствие, а он уже у второго. Погнали! Не торопится Стас сейчас, он перекрикивается со своей группой поддержки, с Романом. Погнали! Погнали! Помню я, как я сидел у экрана еще, смотрел первый сезон Суперниндзя и слышал, как Стас кричал, напустите меня туда, я знаю, что делать. Смотри, смотри, уже подходит к русским горкам здесь, первый турник на рейсе, с него надо перепрыгнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ О-о-о-о-о! Рома! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рома! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты где, блин? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так вот заканчивается путь Станислава на нашем проекте. Ром! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, может быть, Стас не знал, что делать, когда кричал, пустите меня туда. Но только Стас, видимо, не знал, что трасса в этом сезоне будет совсем другой. В этом особенность ниндзя-спорта каждый раз. Трасса новая, и ни у одного участника нет возможности попробовать пройти ее заранее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такой часть участницы оказалась на нашей полосе препятствий совсем с другой полосы. Полосы дорожного движения! Я уже 14 лет. Служу России. Сотрудник ГАИ. Когда я регулирую улицу, мне не приходится никого останавливать, потому что все останавливаются сами. Такие прям взгляды, типа, о, ну, там, девушка в форме, там идет, да, сразу все там... I love you. Мужчины частенько так подкатывают, когда их останавливаешь. Так хорошо выглядите. Ой, какие у нас сотрудницы там работают. Ну, что ты одно и то же говоришь? Ну, придумай ты что-то новенькое. Если бы вдруг меня остановила Светлана, я бы сказал, ругай меня полностью. Работа достаточно интересная. Но есть некоторые сложности. Я занимаюсь на пилоне, на кольце, на полотнах. Когда узнали коллеги, что я занимаюсь, была достаточно неоднозначная такая реакция. Говорили, что стриптиз, что за гаишница на пилоне. Что это? Ну вот, что это? Проверки внегласные делали. Говорили, там, почему ее еще там не уволили, почему она еще вообще работает и все такое прочее. Что ты тогда почувствовала? Ой, опять начинаешь. Сейчас потом это все подоставляют и мне, а потом скажут Свету, ты... СМЕХ Ай... Что я почувствовала? Да вообще... Я даже не знаю, я даже не могу объяснить вообще свои какие-то ощущения. Я почувствовала, наверное, злость. Обидно, что тебя не понимают. Это вот самое первое. Почему? Ну, это же не так. Это же не так, как думают. Почему? Почему нельзя мыслить шире? Для меня это спорт, и это не только для меня спорт. Пилон и воздушная акробатика, в принципе, это то же самое, что и спортивная гимнастика. Почему вы там говорите за спиной что-то, если вы не знаете, что это на самом деле? АПЛОДИСМЕНТЫ Я пришла на Суперниндзя для того, чтобы дальше отстаивать свою позицию. Я хочу, чтобы люди занимались тем, чем им нравится заниматься, чтобы они никого не слушали. Я всем докажу, что воздушная акробатика, пилон, кольца, воздушные полотна, они очень могут помочь в прохождении полосы. Я надеюсь, что я ее пройду, что я не упаду и что я вообще буду звездой. Так, ну что, ребята, приготовились, отдали честь нашей спортсменке и отпустили покорять нашу трассу. АПЛОДИСМЕНТЫ Свет, удачи на трассе, ну и осторожней на поворотах. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь поворотов нет, здесь только по прямой, Светлана. Сто метров сложнейших препятствий. Два, один, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Погнали, не бойся, Светлана, не бойся, надо просто выйти. Это как на велосипеде, главное не бояться ездить. Прыгать! Пришел, хорошо! О, и такая молодежь! Копал в движении! АПЛОДИСМЕНТЫ Все, Света уже машет болельщикам, как бы сигнализируя, что, в принципе, я уже победила. АПЛОДИСМЕНТЫ Она так обрадовалась, я надеюсь, что это не ее предел, она пойдет дальше. Светлана уже у второго препятствия, русские горки, ну, можно сказать, пока они еще никому не покорились, эти русские горки, сейчас Светлана будет их штурмовать. Ну что, русские горки против русского ГИБДДшника. Раз, ты хват! Раз, ты хват! Восьми! Светлана поддерживает ее сестра. Итак, сначала ее ждет турник на направляющих рельсах, по нему нужно скатиться, перепрыгнуть на следующий турник, который подвешен на тросах, и с него уже перебраться на два следующих зафиксированных турника, чтобы добраться до заключительного этапа этого препятствия. Ой-ой-ой, я самой страшно, я вижу. Очень сконцентрирована. Мы сейчас будем смотреть. Держись! Молодец, кричат трибуны, и они абсолютно правы. И нам нечего добавить. В общем, надеюсь, данный сотрудник, инспектор ГИБДД воспримет это как обмывание погонов. Ты видел, Рома, она нервничала очень сильно, пыталась улыбаться, но видно, что волнение внутри нее переполняли. И также было заметно в самом начале, когда она только вышла на старт полосы препятствий. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты такая налегке с улыбкой проходила. Как там было на самом деле? Да на самом деле там просто настолько далеко, я думала, боже мой, как вам еще так долететь? Какие эмоции? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я, конечно, пришла бы на следующий сезон. Ваши амортизи, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты представитель такой женской профессии все равно не предала себя. Мы видели твои руки, мы видели твой хват. А значит, ты доказал, что пилон это не просто какие-то танцы, а настоящий серьезный спорт. Вот-вот! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так выглядит наша представительница ГАИ! Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ Уже четыре участника выступили на новой полосе препятствий Суперниндзя, и никому не удалось добраться даже до первого светящегося кольца. Но выводы делать рано, ведь эту трассу разработала и оттестировала профессиональная группа атлетов с участием победителя прошлого сезона Юры Прокудина. Он много раз успешно ее проходил, а значит, это возможно! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы тоже знаете такое сравнение, типа, вы же видели, как Юра Прокудин только что проходил это препятствие. Это все равно, что сказать, типа, ты чего гонишь, блин, ничего не остро, вот, мексиканец только что ел. Ты же видел, как Усейн Болт пробегал 100 метров за 9, 58? Да, здесь невозможно! Именно так кричат зрители, когда видят нашего следующего спортсмена. А все потому, что он иллюзионист! Артур Качалов, Москва! Моя работа удивляет людей. Я делаю настоящую магию. Настоящую? Настоящую. Я покажу. Как это вышло? Это магия. Для фокусника необычайно важны гибкие пальцы и ловкие. Это дает необычайный плюс, потому что пальцы крепкие, почти как у скалолазов. С виду по мне не скажут, что я физически как-то сложен, но в этом тоже своеобразный фокус. Просто не ожидаешь того, что я могу выиграть здорового мужчину в армрестлинге или отжаться на одном пальце. Еще я поставил рекорд России по скоростным ударам в минуту. 385 повторений. То есть фактически самые быстрые руки в России. Самые быстрые... Ничего себе! Вот это фокусы Рома. Молодой парень Артур Качалов, маг-иллезионист, сейчас будет выходить на нашу трассу. И, надеюсь, его фокусы поинтереснее, чем твои, Ром. На проекте Супернизе многие спортсмены не видят по мне конкурента, потому что думали, что я просто фокусник. Но я заготовил немало сюрпризов и постараюсь всех удивить. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень невозмутимое выражение лица у Артура, как будто бы у него есть козырь в рукаве. АПЛОДИСМЕНТЫ Погнали! Высокоростный парень, метр восемьдесят и всего шестьдесят килограмм. Прижок на канат, едва и едва не оказался в воде. Оттолкнулся. Мощненько он оттолкнулся, да? Мощненько оттолкнулся он от тропы ускорения, но чуть-чуть слишком поздно, чуть не оказался в воде из-за этого. Чуть-чуть слишком поздно, да. Нормально. Хорошее выражение. Это все, я понимаю, Вася, на эмоциях. Артур обладает рекордом по отжиманиям на одном пальце. Представляешь, есть и такие рекорды у нас, но сейчас он может использовать все десять. Ну, должен справиться, что сказать? Она не дышит. Не дышит. Посмотри на это серьезное выражение у Артура на лице. Да, Артур, это тебе не фокусы. Смотрим за Артуром. Бежок, степляется, удерживается. Вот, что значит быстрые руки, а? Невероятно. Ломает все стереотипы. Хочется, хочется, чтобы засветилось первое кольцо. Есть, оттянулся. Ух, Артурчик! Молочина, Артур. Хорошо пока идет, но это еще далеко не все. Что-то показал сейчас свободной рукой, я так и не понял, что именно. Исчезание карты. Наверное, будет перепрыгивать так. Есть, на следующем, на следующем. Ну что, остается у него только трапеция перед ним, на которую нужно уцепиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Увы, увы, друзья! Артур Качалов не помогли ему его фокусы. И это уже пятый, пятый участник, который так и не добрался до первой контрольной точки, хотя был так близко. Но, возможно, ход соревнований изменит атлет, который приехал в Минеральные Воды из другой страны. Орен Митц, Кадима, Израиль! Я знаю, что я могу сделать. И я тренировал много в моем стране. И я пришел сюда, чтобы представить Израил. И давайте! Ну что ж, наше шоу по-настоящему международное. Второй сезон шоу «Суперниндзя» и один из топовых ниндзя-атлетов мира. И да, сегодня на нашем шоу, друзья, встречаем! Я слышал, что русские очень-оченькие, но это тоже очень мотивировало меня, чтобы приехать и показать вам, кто лучший. Посмотри на эту машину просто. Это же, это что за супермен? Ух ты! Но один крашит другого! Я не могу! Где вы их все берете? Как на подпор! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Меня зовут Орен. Я 28 лет. Я из Израиля. Я тренировал в спорте и паркур. Я участвовал в израиле ниндзя-атлетов. Орен Митц на международных соревнованиях по гонкам с препятствиями познакомился с победителем прошлого сезона «Суперниндзя» Юрой Прокудиным. Крокодил? Крокодил? Крокодил. Крокодил. Юрий Крокодил. Я не знал его имя, только Юрий. И этот парень – это монстр. Я тренировал с ним в Нью-Йорке, и я видел так много вещей, что я тоже хочу сделать себе. Он предложил мне это, и я просто сказал ему, да. Максимально красивый ответ и максимально красивое появление! Привет! Привет! Можешь перевести ему и сказать, что мы все очень рады его видеть и желаем ему удачи! Мы все очень рады видеть вас! Мы желаем вам лучшего! Мы думаем, что вы прекрасны! И вы сделаете прекрасно! Я не боюсь от них, потому что я знаю мои навыки. Они могут делать, что они хотят. Но, извините, я просто буду быстрее. Впервые у нас атлет с таким международным именем в ниндзя-спорте. Орен Мидс подходит к началу нашей полосы. Юра Прокудин переживает, не находит себе места. Ну, а наша трасса спокойна и готова. Я готова, и я готова, чтобы это сделать. Так что, посмотри. Три, два, один, старт! Погнали! Ну что, мы все переживаем, как же справится Орен здесь. Но, по-моему, переживать не стоит, потому что он просто в один шаг перемахивает через эту пропасть. И уже на русских горках. Итак, израильский атлет на русских горках взлетает вверх. Какой крутой он! Смотри! Раскачивается быстро, перебирается на следующий турник. Небольшое усилие, и он уже практически на трапеции цепляется одним движением. Это невероятная скорость! Что он творит? Сейчас сердце выпрыгнет. Станет ли он вообще первым сегодня участником, кто преодолеет успешно? Да! Да, есть! Он это сделал, друзья, он это сделал. Let's go! Друзья, это первая контрольная точка и первый участник, который ее проходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас третье препятствие парящие болты. Да! Взлетает! Взлет! Есть! Хорошо! Мы за ним не успеваем! О май гад! Сейчас раскачивается, спиной его развернуло. Пытается выровняться. И он это делает. Он же немножко пафосно играет, что он так приземлялся на этот болт. Ребята, это мировой уровень! Это мировой уровень ниндзя-спорта! Прямо сейчас на нашей полосе препятствий! Сейчас нужно перепрыгнуть и в полете схватить кольцо и... 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 И-Э-Э! Да, он просто истевается над нашей трассой! Просто какое-то сумасшествие, друзья! Это просто? У меня нет других слов! Нет! Показывает, какой у него высокий класс! Как сказать, это король нашей трассы? Впереди шаткий мост, два трехметровых вращающихся бревна и островок безопасности посередине. Давай-давай-давай! Ой-ой-ой! Держится! Ой-ой-ой! Было опасно! Давай-давай-давай! Орел! Ну что ты, блин! Соберись! Третья контрольная точка, друзья! Юрий Прокудин радуется за друга. Ну что, перегонки с кольцом. Сейчас, как только он схватится за первый турник, кольцо начнет свое движение, ему надо успеть схватить. Не ошибается здесь Орен, молодец. Меняют руку, сейчас будет раскачиваться, не отпуская турник. И сейчас же будет перелетать, как Пайкл Жордан сейчас завис в воздухе. Деда посередине между крюков, завис и потом дальше. Орен! I love you! Посмотрите, как зрители его поддерживают. И Орен это нравится! Орен! Нет! 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 Орен теряет кольцо, теряет концентрацию. И, увы, он не может продолжить наше испытание. Нет! Нет! Вы что? Не может быть! Нет! Орен! 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 Подождите, но кольцо не в воде! Он же не коснулся воды, а в чем дело? Но кольцо не на пьедестале. Что, судьи сейчас анализируют этот момент? Сейчас! Судьи судьи решают! Он, наверное, обескуражен тем, что произошло с кольцом. Кольцо вылетело за пределы трассы. Судьи показывают, что нельзя продолжать, потому что предыдущее кольцо покинуло пределы трассы, а это приравнивается к падению в воду. Это не может быть! Я отказываюсь в это верить! Я просто отказываюсь в это верить! С ума сойти! С ума сойти! Каждый раз что-то происходит, друзья, что-то новое! Это очень сложно. Я с тобой скажу, что это будет легче, но... А все потому, что мы не устаем с Васей говорить, что наша полоса препятствий одна из самых сложных в мире. И она единственная, которая имеет усложнение в виде светящихся колец. И она оказалась не под силу международному титулованному спортсмену. В этом сезоне не только трасса стала сложней, но и значительно выросла конкуренция. Ведь теперь в шоу участвуют атлеты из разных стран мира. Из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля и Китая. Выдержит ли простой автомеханик-излюберец Максим Потапов такую конкуренцию? Максим называет себя патриотом нашей страны и верит в нее. А мы всей страной верим в Максима! Я хочу, чтобы наша Россия была самой сильной в мире. И показать, что русские и даже автомеханики могут показать неплохой результат. В принципе, нам и так нет равных. Настоящий мужчина! Настоящий атлет! Ну что, готовы? Готов! Иди и рви эту трассу! Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Я когда шел на проект, я мониторил, смотрел спортсменов, смотрел и наших, и европейских. Смотрел, какие есть препятствия. Я их сам изготавливал из трубок, из всяких приспособлений. Даже с таким спортивным винтарем самодельным, да, я могу показать неплохой результат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим, как Максим, спортсмен-любитель, проявит себя на нашей сложнейшей отборочной трассе. Я верю тебе, Максим! Погнали! Три, два, один! Вперед, Макс! АПЛОДИСМЕНТЫ Тропа ускорения, который раз открывает нашу полосу препятствий. Голота соскользила по канату, прям в точку куда надо. Сразу же к русским горткам подошел, сейчас оценивает, как работает это препятствие. Перелет! Молодец! Молодец! Вон ваш висит, видите, вон! Боже, сама как будто. Гонка со временем, Максим знает, что сегодня сильный состав участников, поэтому нужно, нужно торопиться с самого начала, если у тебя есть амбиции, а у него есть амбиции, это видно сразу. Так, ну что, переходит к трапеции. Замотало немного из стороны в сторону, но сейчас выправляет направление своего. Как погасил, как погасил инерцию, да он? Ром, горжусь тобой, горжусь тобой, подмечаешь малейшие детали. А я горжусь этим автомехаником. Посмотрите, что он творит. Вращает, вращает трапецию, кольцо медленно опускается. Ой-ой-ой! Держаться? Максим, ты можешь! Держись, Макс! Кольцо он хорошо удерживает, вешает его на плечо. Сейчас будет соскок, кольцо нельзя терять ни в коем случае. И... Есть! Молодец! Можешь! Первая контрольная точка, друзья! Максим встряхнул руки, явно забились у него мышцы предплечья, дает себе немного отдохнуть. Надо думать, такое большое, прекрасное все на руках. Прыжок! Есть! Есть! Ну, болты, болты для Максима, это родная стихия. Но сейчас еще и канаты перед ним, и снова уставшие, затекшие мышцы предплечей. Этот хват ему очень необходим. Максим, ты можешь! Прыжок на первый канат, сразу перекладывает второй. И на первом же раскачивании нет! Ой-ой-ой! Держись! И еще раз! Только со мной некоторые! Есть! Фу, Максим Потапов, вся страна за тебя болеет! Все автолюбители тебя поддерживают! Прыжок! Нет! Держи! О-о-о! Посмотри, как он... Он только что осознал, что он был в шаге от того, чтобы покинуть шоу. Кольцо покатилось по поверхности заключительного болта, но сейчас он уже по мосту движется, Максим! Ой-ой-ой-ой! Как круто! Как ярко умеют наши участники проходить нашу полосу препятствий! Шаткий мост заставил понервничать и Максима, и всех нас! Но уже три контрольные точки позади и время очень неплохое! Неплохое у него, да? Как хорошо идет Максим, он нигде долго не ждал! Он заряжен! Максим, машина! Ну что, Максим, он знает, что нужно на перегонки с этим кольцом сейчас пройти рукоход! Нельзя мешкать, нельзя мешкать! Коварное, коварное препятствие! Перегонки с кольцом начались! Двигайся, Максим, лови! Лови! Малое кольцо, друзья! У него есть еще один шанс, посложнее, но... Давай! Но все возможно! Малое кольцо, это сложнее! Диаметр кольца меньше, хват иной и намного более сложный! Сейчас нужно раскачаться, это расстояние в прыжке преодолеть! Это что такое? Это что? Вот! Вот в чем опасность этого препятствия! Всего 10 градусов угол этого крюка, и ты можешь просто слететь с него! Что сейчас и произошло! Ох! Ну, делитесь своими эмоциями! Ну, все было отлично! Трасса, в принципе, даже не особо сложная! Чуть-чуть, наверное, волнение, наверное, чуть помешало! Первый отборочный тур нового сезона начался неутешительно! У лучших атлетов страны наша трасса буквально сталкивает в бассейн, не давая себя покорить! ВЫСТРЕЛ Семь участников сегодня уже стартовали! Но пока еще никто не прошел даже пятого препятствия нашей отборочной полосы! Это не обычная полоса препятствий! Мне не очень нравится вот эта крутящаяся дорожка! Меня смущает, наверное, больше кольцо! Я, наверное, боюсь всех моментов! Просто мандраж накрывает полностью! Я думала, будет проще! Наши герои столкнулись со сложностями не только на полосе, но и на кастинге проекта! Ведь отбор им пришлось пройти среди тысяч претендентов! Я думал, что на самом деле во многих проектах, как сказать, это все куплено! То есть берут там по знакомству, еще как-то! Либо у кого-то много подписчиков или еще что-то! Но, как оказалось, нет! Наш следующий участник, пожарный из города Москва Кирилл Сорокин, успешно прошел этот отбор! И вот он уже на нашей полосе! Я лучший пожарный города Москвы 2021 года! Канат для пожарника! Это знакомый инвентарь! На самом деле на кастинг я попал случайно! Хорошо! Потом движение перелетел! Ехал спасти котенка, а оказался на главном спортивном шоу страны! В общем, в редакции нашего шоу девочки-редактор услышали, как где-то за стеной плачет котенок! Вызвали спасателей, и приехал именно этот красавчик! Спас котенка и первое светящееся кольцо! Не знаю, может быть, котенок настолько им понравился или не котенок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо! Когда ты видишь такого пожарного, на душе намного спокойнее, друзья! Я до последнего не верил, что, в принципе, могу пройти уже до этой стадии! Кирилл, еще предстоит взять несколько колец! Отлично! Проект Суперниндия. Пожарный из города Москвы приехал за победой! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА О-о-о! Третье кольцо! И неплохое время показывает Кирилл! 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 ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Перегонки с кольцом сейчас начнутся! Никому это препятствие пока не покорилось! Ты не представляешь, что сейчас испытывают все наши телезрители! Нет, мы с тобой представляем, потому что они испытывают то же самое, что и мы! Сейчас визуализируют, как он будет проходить! Молодец! Правильно! Рассчитай, посчитай, Кирилл! Все верно! АПЛОДИСМЕНТЫ Еще прыжок! И надо двигаться вперед! Лови кольцо! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Невероятно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это фантастически! Держаться! Заболтало его из стороны в сторону! Держись, держись! Держись, Кирилл! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фух! Сил не осталось! Эмоций тоже! Уже много сил он потратил! Он довольно долго уже... Наискосок раскачивается! Наискосок! 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 О-о-о-о... А-а-а-а! А-а-а-а! Как это видно?! А-а-а! Он почти перетел! А-а-а-а! Друзья, вот только он подобрал нужное направление раскачивания! Успешно справился с перелетом, Ром. Но сил-то уже не осталось. Кирилл Сорокин показал блестящее выступление. Увы, его остановило лишь предпоследнее препятствие. Три человека подряд падают именно в этом эпизоде, на этом препятстве. И мы очень ждем того, кто наконец-то покорит перегонки с кольцом и окажется здесь, на вершине, в конце концов. А сейчас здесь появится самая настоящая легенда нашего спорта. Человек, который много раз заставлял нашу страну буквально кричать от восторга, наблюдая за его невероятными финишами, олимпийский чемпион, чемпион мира, великолепный лыжник Никита Крюков-Одинцова! Вот моя олимпийская медаль. Чтобы завоевать ее, я потратил 17 лет своей жизни. Лыжами я начал заниматься в 7 лет, когда пошел в первый класс. В 14 лет меня спросили, чего ты хочешь вообще выиграть или что ты занимаешься. Я сказал, что хочу выиграть олимпийскую золотую медаль. Все вокруг посмеялись. А я не понимал, почему все смеются, потому что я прям от чистого сердца говорил, это желание было изнутри, вот этот порыв. Никто в это не верил, что я смогу стать олимпийским чемпионом, потому что я был слишком худенький маленький мальчик, который не показывал еще результатов. Но как будто внутренний голос мне сказал, что ты выиграешь, главное, не остановись раньше времени. Я делал все, чтобы выиграть золотую медаль. Если я читал книжки, я брал только ту литературу, которая поможет мне улучшить свой результат. Если я питался, то я родителей просил готовить только ту еду, которая мне даст улучшение в результате. Если я шел на тренировки, я тренировался столько, чтобы стать сильнее. Пропускал Новый год, День рождения, я это делал для того, чтобы выиграть олимпийскую медаль. Пока ты в большом спорте, приходится жертвовать многим. И это все мне помогло. Я из темной лошадки вышел в люди, в подающие надежды. Через два дня после Олимпиады, когда я вышел на тренировку, я просто почувствовал какое-то опустошение. Я не понимал, зачем вообще мне надо теперь кататься. Хотелось просто снять, бросить лыжи, палки, пойти пешком уже и говорить всем, Рей, ребята, я олимпийский чемпион. Все, мне это не надо, я достиг своей цели. Ты лезешь на пик горы, достигаешь этой цели, и потом, что дальше? Я не знал, чем мне заниматься. Был тяжелый период, нужно было думать, куда идти. И я вот думал, где себя найти, куда применить, да, вот эту вот машину, которая готова бежать, побеждать. И вот как-то пришел в гонке с препятствиями. Гонки с препятствиями – это продолжение моей спортивной жизни и, наверное, новая моя спортивная карьера. Ниндзя-спорт дает мне вторую молодость, является моим адреналином, наркотиком. И выходя на эту полосу, я просто, я рождаюсь заново, я омолаживаюсь и дарю потом этой энергией всем окружающим. Красивый, уверенный, такой легкой рыцой, так сказать. Грациозной походочкой. Ну, я надеюсь, что ты и грациозной походочкой сейчас пройдешь по нашей полосе препятствий. Конечно. Вперед! Никита покорил Ванкувер. Теперь задача посложнее – покорить нашу трассу. Я пришел на проект «Суперниндзя», чтобы выиграть этот проект, чтобы положить в свою копилку новый титул «Суперниндзя» и показать всем, что, ребят, ну, лыжники могут все. Ну, посмотрим, удастся ли Никите завладеть титулом «Суперниндзя». Смотри на него. Да я не увожу взгляда. Обратный отсчет! Погнали! Так. Как же хочется поддержать профессионального спортсмена. Такая солидарность. Я много лет спорту отдал и знаю. Да. Не понаслышке, что это за нагрузки. Никита движется дальше. Перелет. Хорошо. Как он это делает легко? Явно готовился, тренировался. И руки, и ноги у Никиты должны быть в очень неплохом тонусе. Молодец. В прекрасной форме Никита находится. И как быстро, как быстро он оказывается уже на конце русских городов. Крути, крути, крути! Вилы, давай! Хорошо. Отцепляется за кольцо. Главное, его не уронить. Давай, давай, давай! Главное, его не уронить. О, как быстро, как легко, как уверенно. Так быстро, еще никто не срывал первое кольцо. Никита движется вперед, он не ждет. И есть! Он уже на парящих болтах. Ну что, как он знаком с канатами, опять он не ждет. Никита рвется вперед, как к олимпийской медали сейчас. Ну что? Держись! Два кольца! Два кольца! С ума сойти! Как только Никита прикасается к какому-то кольцу, оно становится олимпийским шатким мостом. И... Держись! Держись! Вот где спешка повлияла на результат. Нет! Это был первый человек! Первый человек, который упал на нашем шатком мостике! Я этого больше всего боялась. Еще ни одного атлета не подкосил наш шаткий мост. Как обидно! Представь, он положил светящееся кольцо, второе светящееся кольцо на пьедестал. Со временем 1 минута 10 секунд. Это умопомрачительный результат. Следующим препятствием был шаткий мост, который он начал штурмовать немедленно! И это первый спортсмен, который упал в воду, проходя это препятствие. Хотелось все сделать быстро и красиво. Быстро и красиво у тебя получилось, если честно сказать. До середины. До середины. Жалко. Хотелось дойти. И дети будут смотреть, смотрят. И, конечно, разочаруются немножко. Ну, вот так получилось. Это... Я даже не знаю, как это описать. Я просто... Я в реальном шоке просто сейчас. Все мы тобой гордимся прямо сейчас! Потому что это было красиво, это было уверенно, это было быстро! Спасибо! Спасибо тебе за то, что ты был с нами! Никита Крюков. Один из самых величайших спортсменов современности. Сегодня был на нашей трассе. Показывал умопомрачительный результат по скорости. Но не по технике, увы. А сейчас на старт-шоу «Супер-ниндзя» выйдет самая настоящая русалка! Это чистая правда! Более того, право себя так называть Анна Хигай может подтвердить документально! У меня есть сертификат профессиональной русалки. У нас всего 15 сертифицированных русалок в России. Я в детстве очень хотела стать русалочкой, когда выезжала на море, собирала ракушки, и мне казалось, что я так становлюсь ближе к морю. Я посмотрела все мультики про русалочек. Наверное, самый главный мультик это был про Ариэль, когда она отказалась от всего и следовала за мечтой. И мой путь похож на путь Ариэль. Когда я плаваю под водой в образе русалки, я чувствую себя полностью свободной. Мне кажется, я отпускаю все проблемы, все, что есть, скажем так, на земле и погружаясь абсолютно в другую среду. То есть это возможность поэкспериментировать с внешностью, быть собой и наслаждаться процессом. Ох, русалочка! Бежит к нам! Какая красавица! Ну что, какая же русалка? Она же без пласта, Вася. Ну, видимо, променяла свой хвост на что-то, я не знаю. Ну, на ноги, явно. Что она отдала взамен? Надеюсь, не свою физическую форму, потому что она ей очень даже понадобится. Я очень много и долго готовилась к этому шоу, потому что сейчас моя мечта стать первой девушкой супер-ниндзя и выиграет пять миллионов. Я планирую бороться за свою мечту так же, как русалочка-арелин. Ладно, Ань, может, ты и русалка, но сегодня, прости, мы желаем тебе не оказаться в воде. Давай, Аречка! Двольно! Поехали! Итак, погнали! Тропа ускорения своими ногами. Наша Ариэль встает к урошу. Спокойно, спокойно, выдохни! Смотри, дует, дует сейчас на руку, немного все-таки обожгло кожу. То, как она сползала вниз по канату. Представляете, насколько это сложно, эта грубкая девушка. Посмотрите, какие у нее глаза такие завораживающие глаза. Гипнотизирует она сейчас нашу полосу препятствий. Посмотрим, как русалка Ариэль справится с русскими горками. Русская горка, русская горка. Сейчас для нее очень сложное испытание, очень мало спортсменов, девушек успешно справляются с ним. Смотри, она восстановила механизм, стартует. Прыжок, не прыгнула. Не оторвалась, но шансы еще есть. Если она хорошо раскачается, она сможет попробовать преодолеть это препятствие. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Увы, увы, друзья! Увы! Просто она хотела быстрее в воду. В свою стихию вернется. Просто быстрее в свою стихию. Увы, русские горки, они очень коварные. Если вовремя не отпустить руки и не уйти в этот прыжок, в полет, в неизвестность, то шансов остается очень мало, потому что повторить это крайне сложно. Вот ты чего? Если честно, я вообще вас за девчонок очень сильно переживаю, потому что, мне кажется, для них присутствует какой-то особенный стресс выходить и бороться с мужиками на равных. Многим может показаться, что у Анны изначально не было шансов, потому что она девушка. Ну а спорить мнение, что наш проект не для женщин, готова тренер по воркауту из Тюмени Алена Мороз. На проекте Суперниндзя в прошлом году в полуфинал прошло всего три девчонки. Я пришла сюда, чтобы изменить эту статистику, доказать, что девчонки тоже могут выигрывать такие масштабные проекты. И я готова составить конкуренцию парням. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие руки! Чемпионка России по воркаунту Алена Мороз в Тюмень! Все говорят, что девушки слабые, что ничего не могут. Несмотря на то, что я девочка, парни меня боятся, потому что однажды я участвовала на соревнованиях, где было 24 парня и одна я. И так получилось, что я заняла второе место и обыграла 23 парней. И как бы я доказала обратное, что девушки тоже могут. И они даже бывают сильнее парней. Молодая девушка на одной из самых сложных трасс в мире. Алена, давай! Алена, давай! Ну что, обратный отсчет! И... Поздали! Давай! Ну что, я искренне надеюсь, что Алена будет той девочкой, которая сегодня подастся как можно больше препятствий. Хорошо, держись, держись! Ален, можно оттолкнуться! Хорошо преодолевает тропу! Ускорение! Молодец, Алена! Так, ну что? Смотри, как сосредоточена Алена! Смотрит сейчас перед собой. И ни один мускул на ее лице сейчас не дрогнул. Алена, давай! Я не знаю, что меня больше пугает, прохождение Алены или поддержка? Отдохнешь дома, давай и делай! Ее жених что-то подсказывает ей! Тут серьезно, все очень серьезно! Быстрее! И-и-и-и! Она уже поставила, вперед! Вперед! И-и-и-и! Вот так бывает чемпионка России по воркауту! Увы, увы, не доходит даже до первой контрольной точки! Как обидно! Она плачет? Она плачет. Долю секунды, она даже висела на турнике, но, видимо, зацепилась кончиками пальцев и не хватило в ее сильных женских руках силы, чтобы удержать вес. Мне нечего сказать. Увы, 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 увы. Тебе обидно? Не очень обидно. Очень обидно. Очень жаль, очень жаль, что Алене не получилось сделать тот максимум, на который она рассчитывала. Но ей всего 21. Ален, у тебя еще все впереди. И я надеюсь, тебе покорится не один сезон шоу «Суперниндзя». Также путевку в следующий сезон без шансов в этом получил борец ММА Джавид Рзаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЗГЛАСЫ Следом на схватку с русскими горками вышел Штеппин Артем. Сейчас будет отталкивание вверх. ВОЗГЛАСЫ Но его ждали другие сложности на этом препятствии. Он уже на трапеции. Сейчас надо развернуться, потягивается вверх. Будет хватать. ВОЗГЛАСЫ Зачем? Он мог попытаться схватить его на соскоке. Но он выбрал другой путь. Может, детский аниматор Андрей Ермаченков не повторит ошибки Артема? Уже на самом заключительном этапе русских горок находится Андрей. Сейчас быстро крутит эту трапецию, а кольцо все ниже и ниже опускается. Давай, 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 давай! Дотянешься. ВОЗГЛАСЫ 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 Да что же это такое?! Я на секунду просто взгляд убрал на экран, чтобы посмотреть, что там происходит сблизи. Но снова мы видим, как участник не рассчитал своих сил. ВОЗГЛАСЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Абсолютно в том же месте, что и предыдущий атлет. С ума сойти, друзья! Больше половины атлетов сегодняшнего отборочного тура уже выступили, но аж 10 из них не смогли собрать ни одного кольца. Мы рискуем не набрать десятку лучших, потому что пока рейтинговая таблица выглядит практически пустой. А тем четверым, кто смог в нее попасть, не удалось пройти трассу до конца. Просто чума какая-то вообще! Ох! Они нас хотят доивести, что ли? Эти атлеты до инфаркта? На очереди атлет из Тюмени. Когда-то этот парень пришел на наш проект обаятельным скромнягой, а в итоге покорил сердца телезрителей и стал звездой. Нет, это я не про Рому. Это про финалиста первого сезона «Суперниндзя» Федора Трубина из Тюмени! В первом сезоне я показал рекорд отборочной трассы, прошел финал, но там немного не сложилось. Упал на одном из препятствий. Проходит экватор, сейчас находится и ищет следующий зацеп. Держись, Федор! Держись, Феденька! Старается зацепиться за боковую, но не получается. Он пытается, но его раскачивают из стороны в сторону. Спокойся, давай успокойся, ешкин. Вынужден использовать другой маржрут. Он собирается прыгать. Нет, 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 нет! Момент истины! На пальцах держится! Нет! Мне все потом говорили, типа, как ты мог? Ну, а так сложилось. Но настроен я лучше, уверенней. Соперникам будет тяжело бороться со мной. Федор, расскажи, чем ты занимаешься? Я не знаю, даже с чего начать. У тебя такие достижения. Я просто делаю то, что мне нравится. У меня это получается. И я как бы не стремлюсь этим как-то хвалиться или еще что-то. Просто делаю то, что... Ну, покайфу. Ты суператлет! Очень скромный атлет. Как я уже сказал, больше уверенности стало. Как только наш выпуск вышел в эфир, причем даже еще только на Дальнем Востоке, мне уже начали писать люди. Я сначала не понял, что происходит. В первый час, там, я не знаю, порядка 900, наверное, сообщений. Куча заявок, друзья, которые я потом еще неделю, наверное, разбирал. Перед выходом финала по городу на экранах разместили видео со мной. У меня прибавилось учеников. Многие приходили со словами, я хочу тренироваться у суперниндзя. Я понял, что нравлюсь девушкам. Многие девушки отмечали мою улыбку. Мне было очень приятно ощущать себя звездой, каким-то важным человеком. Я очень болел за Федора, честно, в прошлом сезоне. И было жаль, что финал ему не покорился. Но... Ну что, Федя, суперзвездой ты стал. Теперь пора становиться суперниндзя. Ты настроен? Полностью готов, настроен. Я должен дойти до верха. Мы тоже этого очень ждем. Вперед, Федор! Я настроен на победу. Я уверен, что у меня есть все, чтобы стать суперниндзя. Ну что же, у Федора есть все для того, чтобы попытаться это сделать. Вперед, Федор! Вперед, Феденька! Трасса твоя! Погнали! Просто прекрасный атлет, так я рад. Снова видеть Федора на трассе! Легко справляется с тропой ускорения. Федя уже сразу же идет с претензией на скорость. Не торопись! Аккуратно! Федор уже видел, как предыдущие участники стартовали на трассе. Он знает, в каких ошибках следует избежать. Хорошо! Очень жилистый атлет. Довольно высокий у него рост. Перехватывается. Ему не должно составить большого труда удерживать себя на весу длительное время. Сейчас нужно немного погасить это боковое вращение, которое было у него. Он с этим справляется. Нужно вращать трапецию сейчас. Пока ты болтал, Вася, он уже почти дотянулся до кольца, докрутил. Он уже дотянулся. В одной руке просто висит. Для него это не какая-то проблема. Он зарабатывает витящееся кольцо. Просто зависая на одной левой. Делает это быстро. Так, здесь он пойдет точно. Быстро надо бежать. Ой-ой-ой! Смотри-ка! Да, парящие болты. Здесь не все так просто. Здесь нужна взрывная сила, прыжковая подготовка. Но, тем не менее, он взлетает на первый. А пол сейчас на канатах. Ну, смотри, здесь нужно раскачаться. С первого раза не вышло. И со второго не вышло. Так, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо! Сердце здесь, по-моему, пропустило удар. Даже не стал сдать круто и легко. Вы это видели? Ну, каков атлет, а? И уже шаткий мост перед Федором. Посмотри, как он настраивается. Посмотри. Делает глубокий вдох. Ну, пошел, пошел, пошел. Беги! Еще! Молодец! И три кольца собрано уже. Умничка, Федор! Умничка! А вот следующее препятствие подкосило уже всех атлетов, кто до него добирался. Ну, что покажет Федор Трубин? Мы сейчас увидим. Перегонки с кольцом вот-вот начнутся. И давай, 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 Федор! Давай, лови кольцо! А-а-а! Ой-ой-ой-ой! Он ногой пытался поймать кольцо! Но он не унывает, он быстро среагировал. Он взял малое кольцо. Сейчас раскачивается. Раскачайся хорошо! Пытается выровнять корпус. Его шатает из стороны в сторону. Повел он туда обратно. Возьмись, возьмись, выровняйся. Федя, Федя, Федя! Все, Федя, погаси, погаси на прощение. Не надо торопиться. Вообще-то он висит сейчас на высоте двухэтажного дома. Аккуратно! Пытается раскачать себя в нужном направлении. Сейчас замерли просто все. А-а-а! Ай-ой-ой! Как же так? Увы, даже такие опытные спортсмены, как Федор Трубин, не справляются с этим препятствием. Ну, не может быть! Это же Федор! Когда? Когда все пошло не так, Ром? Что сейчас случилось? Вот что значит промешкать и не поймать большое кольцо. Шансы твои уменьшаются в разы. Какого черта так случилось? Я хотел оказаться там. Не понял, честно говоря, что произошло. Вот такой неожиданный второй сезон проекта Суперниндзя. Даже именитые атлеты и финалисты прошлого сезона могут выпасть, не дойдя до последнего препятствия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А для Сергея Трофимова забраться на самую вершину это не какое-то уникальное достижение, это обыденность. Ведь Сергей альпинист. Но на вершину его ведет нечто большее, чем просто желание достичь поставленной цели. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА На проект Суперниндзя я пришел ради своего брата. Что это у нас? Скалы? Пастухово. Пастухово. Так получилось, что в 2013 году брат уехал на рыбалку, и как-то судьба сыграла злую шутку, как бы, и вот он не вернулся до сих пор. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Крайний взгляд его помню, когда он ко мне приехал утром. Я, говорит, поехал на рыбалку, приеду. Приеду, потом покажу, расскажу, как, что. Я говорю, хорошо, езжай. Река в тот год разлилась очень сильно. И просто как-то, по исключению таких не очень хороших обстоятельств, он плыл на лодке, а лодку нашли, перевернутый вверх дном, и вот они его. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сейчас извините, конечно. Уф, сбился. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Хочется верить, что все-таки он жив и где-то, может быть, просто забыл или в другом месте находится. Хотелось бы, чтобы он все-таки вернулся к нам, увидеть, обнять. Супер-ниндзя, конечно, это быть увиденным, в первую очередь. Наверное, будет сказано больше для брата. Возможно, просто память у человека, может быть, забыл, может быть, что-то случилось, может быть, с памятью, может быть, увидеть, узнает. А тем самым быть на проекте – это быть увиденным. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей бежит к нам! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, большая семья поддерживает нашего участника. АПЛОДИСМЕНТЫ Супер-спортсмен, супер-папа, супер-семьянин. АПЛОДИСМЕНТЫ И просто красивый молодой человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все видели его историю, и мы очень надеемся, что она возымеет нужный эффект. Мы не можем делать ничего иного, кроме как со всей душой поддерживать. Своё прохождение на проекте Супер-ниндзя я хочу посвятить своему брату, так как в своё время мы занимались спортом. Возможно, что в этом проекте брат увидит меня, откликнется, поймёт, что мы его ищем, и придёт домой. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей уже подходит к самому старту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 он висит на тросах, и здесь намного сложнее это раскачивается. Давай, 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 давай! Папа, у тебя получится! Давай! Есть! Е-е-е-е! Перебирается на второй. В принципе, достаточно уверен он это делает. Хорошо, еще один прыжок. Ему нужно совершить, и хорошо! Кто творит? Реально уже двигает. Здесь достаточно примерно три поворота этой конструкции, чтобы светящееся кольцо опустилось достаточно низко, чтобы можно было его перехватить. Он как-то достаточно быстро это сделал так спокойненько. Раскачивается сейчас, в прыжке будет выхватывать кольцо. Присоскопия. Есть! Сергей Трофимов из города Чебоксары. Можно перевести дух немного, конечно же, здесь. Но сильно задерживаться нельзя. Время зачастую играет роковую роль для наших участников. Сейчас на парящие болты выходит наше следующее препятствие. У нас здесь все как в альпинизме. Главное не сорваться. Но! И! Раскопрышок! Чуть-чуть не пресел стопами ног. Платформа, но тем не менее удерживает себя руками. Я как знал, чуть зажмурился на всякий случай. Не отворачивайся, не отворачивайся, Ром. Сейчас перед ним два каната. Ему нужно перебраться сначала на среднюю платформу, а далее в прыжке выхватить кольцо и приземлиться на третью. Удастся ли? Удастся ли? Ой-ой-ой! Раскачивает себя, пытается понять, какой рукой, наверное, лучше зацепиться. Очень маленькая, узкая платформа здесь. И разгон сделал хорошо. Перехватывает второй канат. Зацепилась нога за предыдущий канат. Как он! Круто! Аккуратно! Как в замедленной съемке, как будто был Сергей сейчас. Теперь ему нужно разогнаться на этой узкой платформе. Полная концентрация нужна. Смотри, как сосредоточит Сергей. Он прям пытается отрепетировать этот разгон. Посмотри на него, сколько шагов ему потребуется. Нельзя долго медлить. Сережа выбирает, какой рукой отточенность движения опытного альпиниста. Это очень важно, потому что... ВЕСТАННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, две контрольные точки пройдены, друзья. Уже неплохо. Впереди шаткий мост. Три метра длина каждого участка этого шаткого моста. Эти бревна поворачиваются, крутятся вокруг своей оси. Пошел, пошел. Ну что, в центре есть безопасный участок. Как круто! Он ему не нужен! Как круто! Он ему не нужен кольцо. Быстрее кольцо срывай, потому что... Клади его, не красуйся, Сереж. Его место на специальном пьедестале. Три кольца уже на пьедесталах. Три контрольные точки пройдены перегонки с кольцом. Сложнейшее препятствие, друзья. Сережа, хватит махать. Давай дальше. Махни. Махни через это препятствие лучше. Напомню нашим зрителям, напомню Сергею. Как только он отталкивается от батута и хватается за первый турник, кольцо начинает скатываться по рельсе, по направляющей. Давай, давай, давай. Все, не успел. У него есть еще попытка, все равно есть еще возможность перебраться, но теперь использует только малое кольцо. Будем надеяться, что точный альпинистский расчет, если так можно сказать, позволит ему попасть. Раскачивается. Пытался сейчас перепрыгнуть, но не смог даже кольцо с крюка снять. Почему-то она его держит. Снова раскачивается и снова не получается. Он не может... Он не может... Прохождение до препятствия, такое ощущение. Ну, все еще раскачивается, его не уводят в сторону, сейчас или никогда. Почему он не может сорваться с кольца? Представляешь, как мышцы у него забиваются. Он не понимает, что делать дальше. Давай, ой-ой-ой! Давай, давай! Папа! Папа! Ну, это было ярко. Это было ярко. По-моему, кольцо застопорилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Точно ли все в порядке? Или это наша какая-то техническая проблема и ошибка? Показывают нам как раз тот крюк, где кольцо удерживало Сергея. О чем-то совещаются судьи, но мне кажется, что есть косяк там. Какие-то корректировки сейчас вносят наши механики. Мы с Васей можем только догадываться, что-то они там поправляют. А, вот. Он его дергал, вся конструкция шаталась. Наверное, сейчас отправят тестировщика, чтобы все проверить, посмотреть. Сейчас как раз мы наблюдаем, как и Юрий Прокудин подошел к препятствию. Друзья, можно поддержать! Это Юра Прокудин! Вот сейчас Юра как раз попробует пройти с малым кольцом, с которым боролся на протяжении, наверное, минуты, Сергей. Все отлично сработало. Да понятно. У Юры все прекрасно работает. По-моему, ни один мускул даже на лице не дрогнул, даже прическа осталась как следует. Поаплодируйте, Юрий Прокудин, победитель супернидзи прошлого сезона! Да, хотел сказать, да что, легко получается там. Ого! Друзья, минутку внимания, пожалуйста, дорогие зрители. Наша судейская коллегия проанализировала спорный момент и решила, что действительно имела место техническая неисправность. Она была исправлена. А наш участник Сергей Трофимов получит совсем скоро шанс возобновить прохождение отборочной полосы с этого же места. Со второго раза мы ему это сделаем. Мы дадим ему немного времени отдохнуть. Ну а пока все, внимание на трассу, потому что мы продолжаем, друзья! Для того, чтобы стать лучшим, нашим атлетам нужно пройти все этапы трассы, не сбиваясь с ритма. Топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» помогает быть в ритме тех, кто стремится к большему и вдохновляет окружающих на новые свершения. Будь первым в G-Drive! Это супер-ниндзя и самая сложная полоса препятствий. Посмотрим, кому она покорится сегодня. Бывает так, что место рождения во многом предопределяет твою спортивную судьбу. Наш следующий герой родился на Кавказе, где прекрасные борцовские традиции. Назир Кишуков, Нальчик! Кто-то не знает, я являюсь бойцом смешанных единоборств и мысль потерял. Короче, я боец, я дал все. Если просто посмотреть по городу, по сломанным ушам, я думаю, можно понять, что у нас борцов очень много. Здесь ты по-любому умеешь драться, потому что у тебя практика есть в школе или на улице. Потому что стыдно, когда тебя зовут на драку, не подраться. У каждого пацана есть история, либо как их побили, либо как они кого-то побили. Горячая кровь кавказская. Сказывается. Наверное, кто смотрит, думает, ***, они больные там. Ну, мы так росли. Мы, короче, дрались всю жизнь и будем драться. Мы вас нагибать будем. На Кавказе культ силы решает. Чем ты сильнее, тем ты круче. У нас, как, парней много, девочек мало. И парням, понятно дело, надо удивлять. Ты сразу находишься в джунглях среди львов. И поэтому здесь вот так, вот так все ходят. Вот, кофе, чай, май. Мы даже обычную воду пьем вот так, как будто, ну, здесь у нас бриллианты внизу. Поэтому надо быть самым львинским львом. Льви, льви? Львинским львом надо быть, чтобы добиться женского внимания. Ради этого мы готовы тренироваться, пахать в зале. В моем случае, там, проливать кровь на ринге. На данном этапе я выступаю в Поп-ММА. Это довольно-таки известная штука сейчас. И вот каждый молодой парень знает, кто я, наверное. Скорее всего, я хочу верить в это. Ух! Что за лев этот тигр? Как серьезно он двигается. Он идет, как будто он сейчас выйдет на ринг. Посмотри на него. Я выхожу на ринг и как лев, и как тигр, и как орел, и как орангутанг. Я выхожу на ринг, как Назир. И этим все сказано. Я люблю, когда на мне есть внимание, а просто боями не удивишь. Поэтому, я устраиваю шоу. что он еще решил сбежать? Ну, и все? Он решил сбежать. А, он решил просто отбить Петюня всем. Он сейчас питается энергией наших болельщиков, подходит почти к каждому из них. Сейчас фотографируется, в общем, ведет себя, как типичный боец поп-МММ. Как много людей его приветствуют и знают. Рома, у тебя кто-то здесь брал автограф? Из зрителей кто-то тебя узнал? В основном, женщины в годах. Но, как мы видим, все дети в восторге от Назира. Настал этот момент. Его перформанс закончился. Теперь надо подкрепить свой яркий перформанс нашей трассе. Я приехал на этот проект, во-первых, показывать, какие мы офигительные ребята из Кабардино-Балкарии. Пройти этот вызов достойно и, опять же, подарить зрителю эмоции. Мы просто пришли сюда газовать! Газовать! Ты пришел сюда газовать? А я думаю, зрители скажут спасибо мне за то, что я им подарил шоу. Мы все еще ждем, когда он выйдет на старт. Наконец-то! В общем, ведет себя как типичный боец поп-ММА. Погнали! Надеюсь, его перформанс на нашей полосе препятствий будет не короче, чем его перформанс перед прохождением ее. Става! 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 Да уже можно начинать, Назир! Адам, на счет уже прошел! Давай, давай, начинай! Кто-нибудь, скажите Назиру, что уже можно драться. Он что, ждет, когда напротив него встанет какой-нибудь боец? Все, наконец-то он спрыгнул, медленно к краю подходит. Спиной повернулся и... Ничего себе! Что произошло? Я не пойму. Ну вот как с ним быть? Я не знаю. Вообще, что это было? Да я не знаю. Слушай, но он явно это запланировал заранее. Что это было? Эй, что такое? Как вы знаете? Что это было? Это был перформанс. Вот попа ММА на ваши глаза. Ну вот, если честно, если честно, я разозлен даже. Он реально... Ребята, спортсмены, для них это настоящая Олимпиада, даже круче. Они бьются. А он просто занял что-то место для того, чтобы проехать на тропе ускорения и прыгнуть красиво спиной в бассейн. Ну это обидно. Я тоже... Я не знаю, ребят. Ром, я с тобой полностью согласен. Я красиво сделал? Да! Вопросы есть здесь у кого-нибудь? Да, у меня. Ты получил возможность оказаться здесь. Чтобы упасть в бассейн? Скажи лично, ты мне честно. Я тебе подарил эмоцию? Да. Вот и все, вот и ответ. Я подарил эмоцию для вас. Это странное отношение к нашему шоу и к этой полосе препятствий. 175 участников из 10 тысяч людей были отобраны, чтобы быть здесь. И сейчас это негодование твое, Ром, мне тоже передается. Я сначала смеялся над тем, что творил здесь Назир, а сейчас действительно я негодую, и я глубоко разочарован. Назир, мы респекта тебе не шрем. А что это вообще было? Да пошел он. Каждый из отобранных участников этого сезона боролся за свое право здесь находиться. Для этого они проходили несколько этапов спортивного кастинга, и несколько этапов интервью. Исключения не делали даже для финалистов первого сезона, которые уже показали всей стране, на что они способны. Номер 59, Гайдукевич Николай Павлович, город Екатеринбург, предприниматель. История такая, когда был первый сезон, показывали мою историю, показывали, что я спортсмен, экстремал. Я прыгал с мостов, с недостроенных зданий, прыгал там с трубы 140 метров. И я живу полной жизнью. СМЕХ Но за всей этой полнотой жизни и яркостью стоит большая боль. Оказывается, его занятия экстримом и спортом это каждодневная борьба за жизнь. Николай Гайдукевич, Екатеринбург! Я практически об этом никому не рассказывал. 10 лет назад я занимался смешанными единоборствами. Я пропустил тяжелый удар в голову, у меня поплыла картинка в голове, из-за этого я не мог сфокусироваться. Это настолько ужасное состояние, что ты идешь и вообще не понимаешь, что происходит, путаются мысли. И когда меня привезли в больницу, там сделали мне эту томографию, и где-то спустя полчаса ожидания забегает в комнату медсестра с выпущенными глазами, со словами, у вас обнаружена субдиральная плащевидная внутричерепная гематома. Скопление крови между черепом и мозгом. Это значит, что у меня... Сейчас. Тяжело вспоминать. Тяжело, когда с тобой разговаривают как... с живым трупом. Ну, по сути, это инвалидность. Был поврежден участок мозга, который отвечал за выработку гормонов. У меня гормональный фон. Был как у 70-летнего старика. Ну как? Началось преждевременное старение. И для того, чтобы мой организм нормально функционировал, мне нужна психологическая нагрузка, физическая нагрузка. Мне нужно что-то экстремальное. И если бы я этим не занимался, ну, у меня бы началось источение мышечной ткани, костной ткани. Поэтому я прыгаю с недостроенных зданий. Поэтому я хожу по стеклам, по углям и прочие виды экстремальных развлечений. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего кроме огромного уважения и вдохновения его историей мы с Ромой не испытываем сейчас. Обниму тебя тоже, пожелайте, что значит. Куча друзей сегодня поддерживает его. Родные и девушка, все его поддерживают. И Николай сейчас последние несколько метров буквально проходит до начала нашей отборочной полосы. Для меня участие в этом проекте «Суперниндзя» тоже своего образа, выброса адреналина. Адреналин, благодаря которому я чувствую себя живым. И в этом году я хочу пройти трассу до конца. Мы уже заждались. Здесь вдвоем с Ромой мы заждались. Мы хотим увидеть, как кому-нибудь наконец-то покорится наша отборочная полоса. Одна из сложнейших в мире. Погнали! Мы в Минеральных водах. И здесь продолжается отборочный тур проекта «Суперниндзя». Николай Гайдукевич! Екатеринбург! У меня скопление крови между черепом и мозгом. Был поврежден участок мозга, который отвечал за выработку гормонов. Для того, чтобы мой организм нормально функционировал, мне нужно что-то экстремальное. И если бы я этим не занимался, у меня бы началось бы источение мышечной ткани, костной ткани. Поэтому я прыгаю с недостроенных зданий, хожу по стеклам, по углям и прочие виды экстремальных развлечений. Мы уже заждались. Здесь вдвоем с Ромой мы заждались. Мы хотим увидеть, как кому-нибудь наконец-то покорится наша отборочная полоса. Одна из сложнейших в мире. Погнали! Опытный спортсмен Николай. Вперед разбег, высоко взлетает и перелетает одним махом эту пропасть. Вперед скандирует наша публика здесь на полосе. Половина зрителей приехала из Екатеринбурга. Такое ощущение. Но Николай никуда не спешит. Сел и медитирует или рефлексирует. Может быть, дежавю испытывает после прошлого сезона. Почему он смотрит на небо? Может, там для него поддержка какая-то особенная? Может, он настраивается так или ничто происходит? Наверное, наверное. Дыхание успокаивает. Давай, давай, давай. Прыжок. Хорошо с запахом. Почти что грудью врезался он в этот турник. Здесь нужно раскачаться. Этот турник висит на тросах. На нем не так просто раскачаться, как на обычном. Дотянулся. Успешно. Давай, 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 брат. Я даже, честно, не могу, что-то шуфирует. Переживает Рома очень сильно за своего соотечественника. Перелет на трапецию. Сейчас будет вращение. Давай, 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 Коля. Здесь продолжает, продолжает вращать эту трапецию. Видите, как кольцо опускается все ниже. Не торопись. Не спеши, как дома, Коля. Такое-то красиво. В какой-то момент нужно будет принять решение, каким образом он будет сходить. Он взял кольцо. Ром, все в порядке. Он с кольцом. Он еще на турниках. Нужно соскочить. Соскочить, не коснувшись воды. Давай, Николай. Всем сердцем мы поддерживаем его. О, есть! Да! 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 ВОЗГЛАСЫ 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 О, отвлекло немножко Ром. Да-да-да. Впереди парящие болты. Здесь главное не ошибиться, потому что первый прыжок должен быть с батута. Есть! Хорошо. Впереди следующая сложность. Снова как-то медитирует, казалось бы, Николай. Как будто бы говорит с этой трассой. Сейчас даже публика замолкает. Как будто внутреннее решение, какое-то противоречие, с которыми он борется внутри себя. Есть! Он на первом канаде. Уже второй в руке тоже. Да! Да-да-да! Середина парящих болтов. И снова минутка рефлексии. Как будто бы Коля пытается загипнотизировать эти кольца. Это какая-то новая тактика. И он ее придерживается. Пока эта тактика в ожидании ему помогает, потому что он уже прошел дальше, чем многие спортсмены до него. И сейчас в прыжке нужно сорвать скрепление кольцо и грамотно и четко приземлиться. Есть! В порядке ЕКБ. И еще на трассе. Да-да-да-да-да-да. Рома переживает, да, как и вся страна. Весь Екатеринбург и все, весь Урал переживает. Шестеренка! Отбежись, Коля, отбежись! Шестеренка! Шестеренка! Все, красавчик, хороший. Здесь снова выжидает Николай. Два кольца между делом он уже собрал. Сейчас пробует, как сильно вращаются, как хорошо смазаны шестеренки этого шаткого моста. И еще три метра ему остается, и третье кольцо будет у него в руках. А этот парень не так простый, как кажется. Третье кольцо, друзья! Третье контрольная точка! Ну что, еще никому не выдавалось сегодня преодолеть пятое препятствие перегонки с кольцом, друзья! Ох, мне кажется, я сейчас поседею вообще при этом препятствии. Визуализирует, вы видели? Как он показывал, как в воздухе перебирает он руками. Как-то загребает, как он будет перебираться по рукоходу. Попробуй батут, Коль! Попробуй батут! Попробуй его! Попробуй его, да! Смелее, давай! Да, все, а потом на разгон! Давай, надо работать! Все, давай, давай, красавчик! Ну что, сердце бьется, Ром? Ой, я вообще... Давление померить. Ну что, погнали! Давай, 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 Николай! Лови, лови кольцо! Лови! Мне кажется, он спиной оказался к рельсе, и это был решающий фактор, почему ему не удалось поймать. Он правой стороной, правой рукой вел себя вперед и оказался спиной. И не успел развернуться. Ну что, Николай, все в твоих руках. У тебя огромный опыт! Есть! Да! Лучше! Лучше, брат, давай! Еще не все, Николай, надо закончить этот этап! Вот она, тактика выжидания! Тихим самым! Как черепанки из анекдота! Да, друзья! Да, да, да! Четвертое кольцо в руках у Николая. Пожалуй, это самое медленное прохождение, но таким образом он оказался у финального испытания. И Коля первый, кто прошел сегодня в этом отборочном туре дальше всех. Впервые сегодня участник подошел к финальному испытанию. Это противоход. Движение противохода семь с половиной километров в час. Так, но с этой штукой он определенно точно знает, что делать. Да, это хорошо. Но это абсолютно не избавляет нас от стресса. За это время, мне кажется, мы сожгли все нервы, которые у нас были с Ромой. Давай, колясик! Колясик, давай, давай! Зарвался! Зарвался, брат! Зарвался! И мы здесь ждем, когда Николай первую попытку своего штурма начинает. Давай, давай, Николай! Еще немножко! Совсем чуть-чуть остается! Не сдавайся! Не сдавайся! Лавочка! Не спеши! Лавочка! Отдохни о вечном подумать! Вы видели? Он коснулся! коснулся окончания противохода. Он коснулся ту планку, на которую нужно наступить, чтобы сойти с него. Рукой докоснулся и оказался внизу. Я чувствую, он сделает это со второй попытки. Пытается внутри собраться в нужное психологическое состояние. Войти. Смотрите, берет разбег. Прыжок! Еще! Давай, давай, давай! Руками и ногами! До самого конца! Николай, не останавливайся! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Считанные метры остаются! Сдают силы у Николая. И вот здесь... Вот здесь он сдался. АПЛОДИСМЕНТЫ Две попытки. Две попытки уже неудачные у Николая были. Напоминаю, что всего попыток три. Но представляете, какой объем энергии уже сжег на противоходе Николай. Только представьте, через что он прошел, пройдя пять сложнейших испытаний. Крики поддержки с трибун сейчас доносятся. Николай уже завоевал все наши сердца. Я не могу говорить, я... Ром, такое ощущение, что я его нога просто. Я весь затек. Посмотри за группой поддержки Николая. Они тоже стоят прямо в считанных метрах от него. Не спеши, не спеши. Сбрось, да, да. Подбрасывай. Валяйся, сбрасывай. Как будто в наушниках, брат. Как будто в наушниках. Подбрасывай, подбрасывай. А публика-то его гонит вперед. Они хотят, они жаждут того, чтобы он оказался на вершине. И мы все этого хотим. Николай, мы тебя ждем. Очень ждем. Что бы там ни было, мы гордимся тобой, Николай. Сделай еще попытку. АПЛОДИСМЕНТЫ И он бежит, друзья. Он бежит. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Не останавливайся. Даже когда... Да, давай, давай, Николай. Он не остановился даже тогда, когда уже сам перестал верить, что он заберется наверх. Оля, ты лучший. Молодец! Вот это! Самоотдача просто сумасшедшая! Николай, ты просто большой молодец! Говорить силы есть? Да, есть. Траволатор в этом году, походу, быстрее едет, чем обычно. Я же добежал до конца, даже обшивку там сорвал. Все равно чуть-чуть сил не хватило. Все равно дальше всех пока! Екатеринбург, forever! Но есть и хорошие новости, друзья. Несмотря на то, что у Николая нет пяти светящихся колец, он занимает первую строчку турнирной таблицы, и это гарантирует ему место в полуфинале, так как на трассу осталось выйти лишь восьми атлетов, среди которых и альпинист Сергей Трофимов. Напомним, что на препятствии перегонки с кольцом он не смог перепрыгнуть с крюка на крюк из-за вмятины на одном из них. Ну что ж, друзья, даже на самой сложной и крутой полосе препятствий в мире случаются технические неполадки. Именно поэтому мы предоставляем Сергею Трофимову шанс возобновить свое прохождение с того этапа, на котором случилась эта неполадка. Поэтому встречаем Сергей Трофимов! Давай, Сережа! Давай! На моей памяти считанные разы такие ситуации возникали, где действительно техническая неисправность была виной падения. И сейчас у Сергея все шансы улучшить свой результат в три светящихся кольца. Поэтому он будет бороться до конца. Таймер секундомера снова начнет свой неумолимый бег. Вперед! Три, два, один! Погнали! Давай, Сергей, начинай! Сергей выжидает. Сейчас он будет отталкиваться. Прыжок! Хватается. Ему нельзя, кстати, брать большое кольцо сразу же. Он идет к малому, потому что он не спешит. Он не спешит, Сергей. Ну что, посмотрим. Падешься давай! Все получится! Отпускает руки. Сейчас обе руки на малом кольце. Кольце начинает раскачиваться. Раскачивается осторожно, потому что знает, что... И! О! Ну что ж, у него был шанс. Мы дали этот шанс Сергею. Он заканчивает прохождение отборочного этапа с результатом в три контрольные точки. Тем не менее, у него есть шанс пройти в сегодняшний полуфинал, но это будет зависеть от результатов оставшихся атлетов. И я уверен, ни один из них не собирается отдавать свое место. Я сюда пришла побеждать, и победу свою я никому не отдам. Наша следующая спортсменка уже дважды участвовала в ниндзя-проектах на канале СТС. Но главная цель Анне Ивановой так и не покорилась. Оба раза она останавливалась буквально в шаге от заветного финала. А какой результат на отборочной полосе покажет Анна в этом году, узнаем после рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в Минеральных водах, и здесь продолжается первый отборочный тур проекта Суперниндзя. Уже сегодня 10 лучших атлетов сразятся в полуфинале, и мы узнаем имена первых финалистов. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша следующая спортсменка уже дважды участвовала в ниндзя-проектах. Но главная цель Анне Ивановой так и не покорилась! Да, для меня это уже третий сезон. Я участвовала и в Русском ниндзе, и в Суперниндзе. И получается так, что я уже два сезона не в финале. В Русском ниндзе я нажала на кнопку и стала единственной девушкой, кто вообще прошел до конца. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом, когда я пришла в палатку, мне говорят, Ань, у тебя одиннадцатое время, ты как бы не попадаешь в полуфинал. Во втором сезоне я прохожу отборочный тур, попадаю в полуфинал. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, у меня радость. Я думаю, ну все, в полуфинале-то я уж не буду косячить. СМЕХ Анна Иванова начинает восхождение на вертикальную стену. Неужели она станет одной из 35-ти, кто выйдет в финал? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это на ваших глазах происходит. Хрупкая девушка на зубах просто движется вперед и уже находится в считанных метрах от вершины. dizzy . Давай, 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 еще немножко. Давай . Давай . Ещё, ещё чуть-чуть, Ислав нагоняет ее. Анна, ещё немножко преодоли последний метр. Да, ещё. России нагнал её . Посмотрите, какая трагедия происходит. Они одновременно поднимаются. Ислав, чуть быстрее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На секунду. Всего на секунду. Как так? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Плачет. Кто плачет? Анька плачет. Анна очень расстроена. Она отдалась полностью на этой трассе. Она соревнуется против мужчин. Она была просто в полуметре от финиша. Друзья, это просто сумасшествие. Я понимаю, что я могла бы выиграть у мужчины. Это же так круто. И раз, и победа от меня ушла. И от этого было полное отчаяние, разочарование. И вот, героическая мать троих детей снова здесь, чтобы все-таки добиться своего. Анна Иванова, Санкт-Петербург! Я сейчас приехала на второй сезон, получается, Суперниндзя. И на этот раз я буду как минимум в финале. Наша звезда! Наша любимая Анечка снова станет! Я всех порву. И мужчин, и женщин. Мне, в принципе, все равно. Финал будет моим. Про отборочный тур я, в принципе, даже не задумывала. Анна Иванова на старте. Какая знакомая картина, друзья. И как хочется видеть ее здесь вместе с ведущими. Очень интересно! Очень интересно! Что же сегодня сотворит с нашей полосой препятствий, Аня? Давай! Погнали! Тропа ускорения. Первое довольно коварное препятствие. Доталкивается Анна. Хорошо, высоко. Хватается за канат. Здесь раскачивается. Нужно суметь соскочить. И она это делает! Молодец, Аня! Молодец! Молодец! Сразу на верхнюю платформу, да? Редкие атлеты так делают вообще. Как же я переживаю сейчас внутри со многими спортсменами. Я знаком лично и с Аней хорошо знаком. Она даже в регби начала играть. Да? Серьезно, серьезно. В тег регби. Бесконтактный вариант. Но и в контактный она бы тоже сыграла, я уверен. Ну что, русские горки. Русские горки. Следующая препятствие. Аня настроилась жестко. Анечка, мы в тебя верим! Максимально настроена Аня. Знает, что нельзя здесь совершать никаких ошибок. Перелет успешный. Да, да, да! Молодец, Аня! Молодец! Здесь нужно раскачаться. Перехватиться за турник. Еще одно раскачивание. Нужно все-таки подобрать. Подобрать амплитуду, Ань. Давай, давай. У тебя сейчас все получится. Еще выше. Еще чуть-чуть совсем. Да! Хорошо! Да, да, да! Отлично! Не медлит ни секунды Аня. Сейчас перепрыгивает на трапецию. Здесь нужно остатки сил удержать у себя. Вращать, вращать трапецию, чтобы кольцо опускалось все ниже и ниже. Еще несколько вращений. Мы видим, как непросто это дается. Будет, будет. Будет спрыгивать и хватать кольцо. Будет спрыгивать и хватать кольцо. Хорошо, высоко раскачалась Аня. Хватает. Да, 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 да! Аня, молодец! Мама, умничка! Невероятные эмоции. Сейчас как будто второе или третье дыхание открывается у нас. У нее несгибаемый характер. У нее упорство и воля, которым позавидует любой спортсмен. Парящие болты, парящие болты. Волнуешься? И я. Давай волноваться вместе. Сейчас начнет прохождение. АПЛОДИСМЕНТЫ Эй! Держись, держись! Держаться! Ес! Еще ни одна девушка сегодня в сегодняшнем отборочном этапе не проходила так далеко. И Аня движется вперед к своей цели. Это только начало. Аня, хрупкая девушка, мать троих детей сейчас здесь. И вся страна просто завороженно смотрит за ней. Мама, у тебя болотница! Да! Итак! Уп! Есть! Она на канатах! Первый канат! Молодец! Еще позади второй канат! Есть! Есть! Да! С первого раза она это делает, да? Это не хрупкая девушка, это супер-женщина. Вот я тебе что хочу сказать. Это супер-ниндзя сейчас на трассе. Аня сейчас визуализировала, как нужно в прыжке схватить кольцо, не потерять его и приземлиться. Немалая, немалая длина там между этими болтами. Итак! Есть! Ну что, это уже второе кольцо, друзья. Вторая контрольная точка. Показывает сердечко нашим зрителям. А сколько сердечек сейчас летит в ее сторону. Наверное, сложно будет сосчитать. Сейчас шаткий мост. Что это такое, говорит? Это что? Шаткий мост? Сейчас спокойно его пройду. Смотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Видели разную технику прохождения. Я бы поделил на ее месте на две половины. Но, по-моему, она готовится за раз это проскочить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Досадная ошибка какая! АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Это было прекрасно! Ань, не переживай, не переживай. Мы посмотрим, какое она место в рейтинге займет. Ну, она отпустила малое кольцо. Она попыталась раскачаться, исключительно удерживая. Его в руках! Не отпустила, оно как будто бы соскользнуло. И оно соскочило! Конечно, конечно, она... Ну... АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я наконец рада. Я попробовала водичку. А то все так ругаются, то холодные, то горячие. Я теперь буду знать. А ее на вкус? И как она тебе... Невкусная, по-моему. В общем, как-то... Я уже мечтала на Тарвалатарта сбежать. Поэтому немножко не поняла. Неожиданно было для меня уже. Вот это падение. Мы знаем, на что она способна. Ей нечего нам доказывать. Она уже давным-давно все всем доказала. Но на ее характер она всегда хочет быть первой. И мы ее в этом поддерживаем. Потому что нам просто нравится за ней наблюдать, когда она творит историю на ваших глазах. Я искренне надеюсь, что она попадет в полуфинал. Это Аня Ванова. Это Супер-Нидья! ВИЗГ На текущий момент Аня занимает шестое место в рейтинге. И еще шесть атлетов должны выйти на старт. Если они покажут результат лучше, чем она, то, увы, у Ани уже шансов на продолжение своего пути на нашем шоу не останется. Можно это не повторять так часто? Я верю Ваню. Я болезнен. Абсолютно. Мне просто говорят в ухо, давай скажи, скажи. Я говорю, не хочу это говорить. Они говорят, скажи или уболим тебя. Я говорю, ну ладно, тогда да, скажу. Пока что наша полоса препятствий оправдывает статус самой сложной. Ведь до сих пор ни один атлет не прошел ее до конца. Изменят ли оставшиеся спортсмены эту печальную статистику? Узнаем совсем скоро. 175 сильнейших атлетов прибыли в Минеральные Воды. Но только один из них сможет завоевать титул Суперниндзя. А титул Умный покупатель может получить тот, кто оформит карту Халва. Сканируй QR-код на экране и получай бесплатное обслуживание. Кэшбэк за покупки до 10%, рассрочку на 24 месяца. Делай покупки с умом и удовольствием. Отборочный тур проекта Суперниндзя продолжается. Коварная трасса уже разбила надежды большого количества атлетов на прохождение в следующий этап проекта. Однако у некоторых из них еще есть шансы попасть в полуфинал. Ну что, а следующая наша участница наверняка будет проходить трассу ну просто идеально. Дело в том, что Анастасия Силкина главный бухгалтер в большой компании. И она всегда очень педантично и ответственно выполняет свою работу. Ну это очень хорошо, потому что наша отборочная полоса помарок не терпит. АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия Силкина, Санкт-Петербург! АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе! Почему у нас не такие бухгалтера вообще? Так, срочно нанимаем ее в бухгадел. СМЕХ На моей работе всегда все идеально. Папочка к папочке, ручечка к ручечке. Родители воспитывали меня идеальным ребенком. Я должна была хорошо учиться, построить карьеру, выйти замуж, родить детей. Очень много лет я занималась тем, что пыталась сложить любовь родительскую. С собой я стала только три года назад. Это был развод с моим бывшим мужем, с которым мы прожили вместе 10 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ За которого я идеально вышла замуж. И с которым мы идеально родили идеального ребенка. Привет, красавица! Как тебя зовут? Аня. Аня, ты пришла болеть за маму? Да. Моя зайка, ты волнуешься? После рождения ребенка мой муж продолжал жить своей жизнью. Работать, добиваться карьерных успехов. А я оказалась заложницей быта. Он запрещал мне пробежки. У меня не было возможности общаться с подругами, построить карьеру. В какой-то момент я поняла, что я живу не своей жизнью. Забрала ребенка и кошку. И съехала на первую попавшуюся квартиру. Все мое окружение, мои родители не поддержали меня. Как это так? Идеальная девочка сделала какое-то неидеальное решение. От меня отвернулись все. Но как только я ушла от мужа, я сделала то, что очень давно хотела. Я начала заниматься спортом. И в данный момент я занимаюсь боксом. Сейчас я освободилась. Поняла, что я не должна заслуживать чью-то любовь. Я должна только самой себе. Ну и своей дочке. Смотри, ее милая маленькая дочка поддерживает ее. Самый близкий человек поддерживает Анастасию. Сюда я приехала вместе с ней. Для того, чтобы она увидела, как я преодолеваю себя, преодолеваю сложнейшие препятствия. И хочется, чтобы она стремилась тоже к такому же успеху и к таким же положительным эмоциям от результата. Это моя главная мотивация участия в шоу Суперниндзя. Мы всегда очень искренне с Ромой поддерживаем девушек, которые выходят, не побоясь ничего на нашу сложнейшую полосу препятствий, с которой испытывают трудности даже самые именитые спортсмены-мужчины, между прочим. Ну что, и Настя плотно занимает место среди этих девушек, за которых мы орем и волнуемся. Вперед, Настя! Тропа ускорения снова первое препятствие на пути Анастасии. Хороший... Ах! Увы, казалось бы, неплохо вовремя спрыгнула с тропы ускорения Анастасия, но почему-то она прыгнула больше вперед, чем вверх. Сложно было уже удержать себя, вот эту инерцию погасить одними руками. Чё-то я в шоке. За то, что не оправдала ожидания очередной раз. Настя плачет, расстраивается, но мы-то знаем, что она настоящая, настоящая ниндзя, спортсменка, и она достойна быть здесь среди лучших. Неважно, как сложилась ее трасса, многие самые достойные вылетали с нашей полосы препятствий. Мы знаем, что ее дочери есть кем и чем гордиться. Ты гордишься мамой? Да. Ты любишь маму? Да. И это все, это самое главное, абсолютно любой, со всеми твоими падениями, она, безусловно, тебя любит. Пусть она не станет супер-ниндзей в этом сезоне, но супер-мамой она остается всегда. Анастасия выбыла из нашего шоу на первых метрах полосы. Но она стала не единственной жертвой этого препятствия. Кристина Захарова, Питкеранда, Карелия! Держись, Кристина! О-о-о! Она коснулась воды. Ну, а ногой Кристина в следующее препятствие. Расстроена. Видно, что расстроена, разочарована, что ей не удалось справиться с первым препятствием. На трассе атлеты максимально собраны и сконцентрированы. Но как только они с нее сходят, не могут сдержать свои эмоции. АПЛОДИСМЕНТЫ В зоне ожидания в специальном тенте все участники ждут возвращения выступивших атлетов. И несмотря на то, что это их соперники, они переживают друг за друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Поддерживать спортсменов также приехали их друзья и родственники. И порой они нервничают даже больше, чем сами атлеты. Сильно волнуешься? Моя девочка. Спасибо. На трассу выходит бывший полицейский, а ныне фитнес-тренер Молодин Захар из города Набережной Челны. А в группе поддержки его супруга Лиана. Все хорошо, не переживай. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сам очень переживаю. Я не могу не плакать. Жена его даже сейчас слезу обронила. Очень переживает за него. Но, по-моему, на лице у Захара написано, что он готов. Умничка! Умничка у меня получилась. Изначально я вообще не знал об этом проекте, пока мне не посоветовала жена. Перелет! Есть! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жена такая, посмотри, может, понравится. Может, попробуешь себе. Да! Я боялась, что он здесь где-нибудь упадет. Это было бы для меня самое страшное. Я такой, почему бы нет? И начал готовиться к Суперниде. Давай, давай, давай! И-и-и! Да! О-о-о! Молодец! Молодец! Смотри, как она смотрит на него взглядом полной любви, полной поддержки. Все, хорошо у него получилось. Я больше здесь переживаю. Давай, давай! Ну что, шаткий мост сейчас. Сейчас, сейчас уже мы можем с Васяй говорить полной ответственностью. Этот коварный, шаткий мост. Мы с вами наблюдали, как он подкосил... Олимпийского чемпиона он подкосил, Ром. Олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира. Как он будет проходить? Аккуратно или с разбега? И... Так, так, так. А, держись! О-о-о! Как я и предвидел. Ох, жаль. Два атлета сегодня не справились с препятствием шаткий мост. Один олимпийский чемпион и один бывший полицейский. В этом отборочном туре на старт осталось выйти лишь трем атлетам. И что мы только сегодня, друзья, не увидели? А что еще дальше будет? Друзья, давайте смотреть. Ведь на трассе следующий атлет, который пока без труда и даже играючи проходит одно препятствие за другим. Максим Шароватов уже в середине третьего испытания. У Максима не самый удобный рост для прохождения нашей отборочной трасты. 164 сантиметра. Но мы надеемся, что Максима ничего не сможет остановить. Максим, давай! И... Да! Сделал это! АПЛОДИСМЕНТЫ Есть! Все, все нормально. Отрегло немного, не заставляя нас Ромой нервничать. Нам уже не 20. Макс, по-моему, запланировал потихонечку пройти по мосту. Типа, пока он дремлет, я тихонечко пройду. Да не тут было. Да, да. Это первый участник, который будет проходить его не торопясь. А-а-а! 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 А-а-а-а! Удержался! Невероятного усилия! О-о-о! Вот это круто! Да-а-а-а-а-а! А-а-а-а! Вот это спасение! Сам не поверил, что все-таки спасся Максим. Максим здесь решил пробежаться. Есть! Сначала на парящих болтах. Сейчас на шатком мосту. Да у него, как у кошки, 9 жизней. Он выгрызает эту победу, друзья! Это потрясающе! У меня сейчас мой кардиосимулятор откажет. Симулятор или стимулятор? Кардиосимулятор. И симулятор тоже. Фу! Следующее препятствие, друзья, это перегонки с кольцом. Нужно успеть перехватить его, чтобы получить наилучший шанс. Быстрее, 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 быстрее! Он дотронулся до кольца! Ну, он сразу берется за малое кольцо, потому что знает, что сил не так много. Что сегодня за отборочный тур? У нас атлеты используют малое кольцо значительно чаще, чем большое. Раскачивается Максим. Максим, сейчас будет перелет. Да, 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 да! Друзьяк! Держись, Максим, держись! Это еще не все! Что творит Максим? Что сейчас происходит, друзья? Вы это наблюдаете? Вероятно, друзья, он вопреки всем ожиданиям! Он точно лезет! Что делает этот герой, друзья? Олимпийские чемпионы не доходят так далеко. Чемпионы мира, даже суперкрутые ниндзя-спортсмены не доходят до этого этапа. Или испытывают сложности, как мы видели. Обалдеть! Максим чемпион! Максим чемпион! Максим чемпион! Максим чемпион! В час почти 45 градусов уклона. И Макс пошел, настроился! Давай, давай, Максим! Максим! Быстро перебирает ногами, уже на заключительной четверти. Находится еще немного. Цепляется! Чуть-чуть не хватило! Чуть-чуть! Буквально сантиметры отделили сейчас Максима от финиша. Он слишком рано решил, что он уже добрался. Он потянулся руками, а надо было еще несколько шагов. Что это делать руками и ногами одновременно, как он это делал? Ощущение, как будто бы я бегу эту трассу на самом деле. Да, здесь действительно настолько сильно передается. И их состояние не передать. От того, заберется сейчас Максим на самый верх противохода или нет, зависит его место финальной десятки полуфиналистов. А это важно, чтобы получить более слабого соперника, занявшего более низкую позицию в рейтинге. Потому что полуфинальные пары, мы напоминаем, формируются по принципу первый, десятый, второй, девятый и так далее. Ну что, Максим, казалось бы, восстановил свои силы. Сейчас у него будет вторая попытка. Он должен забежать. У него нет другого варианта. Чуть, Макс чуть взял побольше разбега. Пошел, 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 пошел. Очень рано он упал, но он встает, он движется ногами. Давай, 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 давай! Ноги все медленнее работают, но он старается. О, и силы покидает его по середине противохода. Ничего страшного, у нас есть еще шанс. Насколько это непросто, друзья. Вы представьте себе, 7,5 километров в час, а еще и уклон, по которому вообще сложно даже по статичной горке забегать. Да, Ром? Да. Мне вообще по любой горке сложно забегать. Силы кончаются у него. Да, и у нас уже силы кончаются, Максим! Макс, ты лучший! Все трибуны сконтируют. Давай, 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 Максим! И он делает это! Пошел, пошел, пошел! Он идет на свой третий и финальный забег на этой отборочной трассе противоход. Остался, увы, непокоренным для Максима, но мы ему аплодируем, стоя! Да, он все равно чемпион! Он прошел практически до самого конца. И трибуны нас поддерживают. Спасибо за поддержку. Максим не покорил противоход, но он всего второй атлет, который добрался до этого этапа. Своим невероятным прохождением Максим перевернул с ног на голову всю турнирную таблицу. Николай Гайдукевич больше не лидер. Олимпийский чемпион Никита Крюков и бывший полицейский Захар Молодин опустились на 9-е и 10-е место. Их дальнейшее участие в состязании в зоне риска, ведь на трассу осталось выйти лишь двум атлетам. Чтобы лишить аутсайдеров шансов на прохождение в полуфинал, им достаточно собрать всего три светящихся кольца. И главную угрозу, похоже, представляет следующий атлет. Один из самых опытных ниндзя-спортсменов России. И сейчас он будет штурмовать нашу сложнейшую полосу препятствий. Что может быть интереснее, друзья? Роман Заколопкин, Санкт-Петербург! Я с детства занимался разными видами спорта. Сначала борьбой, потом выжимой гонкой, потом легкой атлетикой, потом многоборьем, зимним, летним. Там всем подряд. По гаражам бегал, тоже пошло туда. Турник любил, руки сильные были, есть, не знаю. И так сложилось то, что в гонках с препятствиями, оно как-то все так совпало. Я первая гонка сразу выиграл, вторая гонка выиграл. Думаю, что-то прям у меня хорошо получается. Выиграл все, вообще все, что подругу попадало. Как-то так получалось, что не добирался до сюда. Вот в этом сезоне решил проверить свои силы. И вот готовился, чуть не с тетрадкой и ручкой сидел. Все сезоны, все предыдущие я все пересмотрел. Ну понятно, что там чайников всяких пролистывал. Хотя там на самом деле много очень сильных ребят ввалились на таких нелепостях, на таких глупостях. Все ошибки, все посмотрел. Запомнил. Надо потренировать, потренировал. Безумно сильно готов, реально. Но нашел. Нас все держат в неведении. Эти препятствия не видел, не трогал. Не можешь их потестировать, даже ручками немножко потрогать. Посмотреть, как оно там крепится. Так что, уважаемые телезрители, я вот сижу. Завтра стартовать. Что меня ждет, к чему готовиться в итоге надо было, ну, только вот узнаю чуть позже. А вот тут становится немножко не по себе. Когда я увижу трассу, я больше чем уверен, что начну все анализировать. Препятствия, как сделать лучше там, быстрее. Понаблюдаю за своими соперниками. Все это воеденный пазл сложится. И я приду к успеху. Ну что, Роман Заколоткин сейчас приближается. Сколько десятков стартов он уже сделал на подобных полосах препятствий. Но ни разу он не был именно на этой. Я не рассматриваю никакие варианты, кроме как рубиться до последнего, кровь из носа и побороться за главный приз. Или словить небольшую такую дорю популярности. Мама узнает уже хорошо. Блин, сейчас что-то наговорю, самоуверенно. И люди потом напишут, что это за *** был. Вообще упал на втором препятствии. Какой ужас. Посмотрим, покорится ли ему наша полоса препятствий. Это проект Суперниндзя. Всего нескольким атлетам осталось выйти на старт отборочной полосы. Ну что, Роман Заколоткин сейчас приближается. Сколько десятков стартов он уже сделал на подобных полосах препятствий. Но ни разу он не был именно на этой. Я не рассматриваю никакие варианты, кроме как рубиться до последнего, кровь из носа и побороться за главный приз. И словить небольшую такую дорю популярности. Мама узнает уже хорошо. Погнали! Итак, тропа ускорения. Осторожно, пока действует. Хорошо отталкивается. И решил все-таки еще раз. Ого! Вот это он раскачнулся. Раскачался. Молодец. Тропа ускорения пройдена. Заряжен, заряжен. Очень заряжен, Роман. Еще бы! Один из лучших ниндзя-спортсменов страны. И сейчас на нашей полосе, друзья. Роман, давай! Давай! Ух, тоже переживает, уверен, как и я переживал перед каждой игрой. Ой, хорошо. Цепляется, молодец. Казалось, что замедлил свой путь. Немного несинхронно двигались колеса. Но все в порядке, все в порядке. Все-таки ребята, которые близки к ниндзя-спорту, не испытывают таких больших проблем с раскачиванием на этом висящем турнике. Не в ту сторону крутят. Не в ту сторону! Другую! Другую, другую. Все, понял, понял. Очень размеренные действия сейчас выполняет. Рома, будь повнимательней. Все не так просто. Ты сейчас выполняет. Хорошо. Хорошо. Рекладывает кольцо. И первая контрольная точка. Для нее осталось совсем чуть-чуть. Первая контрольная точка пройдена. Успел и в ту погрузить, и в другую. Молодец! Ром сейчас такое движение сделал, потому что, типа, спокойно. Я понял, что, да, потерял несколько секунд. Сейчас буду нагонять. Смотри, не теряет время. Поэтому не отводим глаза, смотрим внимательно. Может произойти все, что угодно. Даже моргать, даже моргать нельзя. Мы знаем, что канаты бывают очень сложными, потому что до первого каната просто так не дотянуться. Давай, давай, давай. До него нужно допрыгнуть. Умничка, Роман! Могло случиться все, что угодно. Сейчас даже длинный канат мог обвиться вокруг Романа и потащить его назад. Но нет. Есть, есть, есть. Вторая контрольная точка, друзья. Есть! Так, так, так. Смотри, подзагнул шорты. Готовятся, готовятся. Начал разгон. Молодец! Молодца! Пошли. Молодец! На грани был. И... Проходит полуфинал! С ума сойти! Он снова проходит дальше. Ура! У меня сил просто даже нет. Вот так вот. Вот так. Сейчас Роман понимает, что он гарантированно в полуфинале. Он, конечно же, идет дальше. Итак, перегонки с кольцом начались. Кольцо падает. Поймал! Вау! Он потрясающе поймал это кольцо. Поймал его на уровне пояса. Оно уже летело в воду. Сейчас нужно раскачаться в нужном направлении. Перелет! Не медлит, потому что знает, что от этого зависит место в рейтинге. И уверенно движется к полуфиналу! Отлично! Отлично! На нашей полосе препятствий настоящий мастер своего дела. Вау! Ох, все, пошла жара. Разделся! Один из тех немногих атлетов сегодня, кто добрался. Добрался до противохода! Рома, чемпион! Рома, чемпион! Рома, чемпион! Все, 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 правильно, молодец. Нет. Это нормально. Это нормально. И то, что вы сказали, и то, что он споткнулся. Да, да. Ну, что вы видели это сами, друзья, как только он спогнулся, Роман понял, что не стоит больше тратить сил. Здесь лучше сэкономить их для попытки номер два. Нужно просто собраться как следует и постараться, не совершая ошибок, подняться как можно выше. Возьмите свою дрожащую руку. И ты тоже. Красавчик! 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 Ну что? Артоп, пошел, пошел, пошел. Мне кажется, мы с Ромой потратили не меньше сил сейчас, поддерживая Романа, чем сам Роман потратил в борьбе с противоходом. У нас еще есть копытка. Мне нравится его сестра. Не сдавайся, скандируют наши зрители. Блин, настрой это, конечно, так важно. Это нужно иметь какой-то мега стержень внутренний, чтобы настроиться и все-таки преодолеть это. Но, Рок, ты так далеко зашел. Мы уже гордимся твоим выступлением. Ты показал настоящий мастер-класс, несмотря ни на что. Давай, давай, давай! Мы тебя ждем! Это реально, потому что нет настроя сдаваться. Есть настрой взять этот противоход. У тебя сейчас все получится. Давай, мы тебя верим. С турбой, ну давай! Третий раз, Роман, беги выше колени. Давай, давай, давай! Еще немножко остается. Да! Третий попыток! Он сделал это! Это такая почта вообще! Поздравляем тебя! У нас у самих энергия сейчас закончилась, но заходи. Азиаплодисменты для тебя, Роман! Аплодирует публика! Какой! Ром, когда два раза ты штурмовал противоход, ты сел перед ним, смотрел на него, несколько секунд потратил. Какие мысли у тебя были в голове? У нас с ним какое-то... Как-то мы сразу не сошлись. Как говорится, без плохой ссоры дружбы не бывает. Вот у нас любовь произошла. Фух, с третьего раза. Это хорошо. И это было мега круто! Это было круто! Ты уже в полуфинале! И мы увидимся совсем скоро! У тебя есть немного времени отдохнуть! Аплодисменты! С ума сойти! В начале этого отборочного тура мы с трудом верили, что вообще наберем десятку полуфиналистов. А в конце каждый новый атлет совершает невероятный прорыв и бьет все рекорды. Роман Заколоткин занимает первую строчку турнирной таблицы и вытесняет из нее бывшего полицейского Захара Молодина. На трассу осталось выйти лишь одному, последнему спортсмену. Ему достаточно собрать лишь два кольца, чтобы гарантировать себе место в полуфинале. Но сделать это нужно быстрее Никиты Крюкова. Ох, что сейчас будет! Встречаем последнего атлета отборочного тура! Меня зовут Влад Жиганов, мне 19 лет и меня вырастила улица. Родители мной не занимались, не занимались моим воспитанием. Большую часть времени старался проводить именно на улице с ребятами, чем идти домой и видеть вот эти пьяные лица и пустые бутылки. Мои родители выпивали и выпивали очень прям уже конкретно. По пьяни очень сильно избивал, так скажем, нас. У нее было очень много синяков от него. Она зачастую ходила с большими синими глазами. Он мог избить ее кочергой. Я это все видел, это очень больно, до слез больно. Это страшно, страшно, что она может умереть, когда он ее бьет. И ты сидишь просто, правда, в слезах и молишься, чтобы такого не произошло с тобой. И чтобы он прекратил делать это с ней. Я чувствовал беспомощность. Я думал, как бы спасти свою маму от отчима, потому что кроме меня маму никто не защитит. То есть, ну, это моя мама, я ее люблю в любом случае, сколько бы она ни пила. И я решил заняться спортом. Я начал усердно тренироваться. К тому же начал как-то уже защищать ее посильнее. Мог его как-то взять за шею, чтобы он лишь бы от мамы отстал. Пофиг, думаю, влетит, не влетит, но зато мама там жива, здорова, все с ней хорошо. Из-за того, что просто нет денег, я не могу заниматься в спортзалах на тренажерах. Я занимаюсь всеми видами уличных культур. Это воркаут, паркур. Мне достаточно, не знаю, реально скамейки, забора, дерева. И я могу спокойно сделать тебе большую, конкретную, хорошую тренировку. Прекрасно выглядит, Владислав. Ну так, хорошо служит, крепкий парень. Хочешь что-то сказать перед стартом? Ребят, пишите за меня. Будем, пошел, мы с тобой. Я пришел на проект Суперниндзя, чтобы на своем примере показать людям, что неважно, в какой семье ты рос, неважно, есть ли у тебя возможность тренироваться в дорогом зале, у тебя нет оправданий для того, чтобы не заниматься спортом, не вести здоровый образ жизни и не идти к своим целям. Если у вас есть желание, вы сможете достигнуть того успеха, которого хотите. Пусть у него все получится. Хорошо перелетает, как эффект он пока все выполняет. Потрясающий, Владик! Итак, идет на время, на время идет. Да, не тратит время зря. Отлично перехватывается. Вот это да, вот это скоро. Но мы знаем, что таких мощных атлетов не раз уже подкашивала наша трапеция. Пока хорошо идет, и будем надеяться, что с трапецией он справится, тогда очень неплохое время у него будет на первой контрольной точке, но не будем забегать вперед. Ты видел, он дотянутся до него почти в верхней точке. Сейчас будет соском. И так... И так... О, да, да! Владислав Жиганов! Клади кольцо, время тратит! Вау, кольцо положили! Кольцо, кольцо, клади кольцо! Как истинный мужчина забыл про кольцо! Потратил секунд 7, наверное, или 8. И... Хороший прыжок! Вот она подготовка уличного трейсера, или маркуриста, если можно так сказать. И... Прыжок! Не теряет ни секунды зря! Но-но-но-но! И... Да! Как будто бы... Играючи, как будто играючи. И... Вперед! О-о-о! Семен! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! Это было очень обидно, но это было так ярко! Это как будто цирковой номер мы сейчас наблюдали, друзья! Казалось, что он уже преодолел это расстояние и плотно встал на третий, завершающий, испарящих болтов, но пятки были на весу. Его потянуло назад просто сила притяжения. Как обидно! Он был практически одной ногой в полуфинале. С такой скоростью он шел. Но своим эффектным падением в воду поставил точку в сегодняшнем отборочном туре. У нас есть первые десять полуфиналистов второго сезона! Единственным, кто прошел всю полосу от начала и до конца, был Роман Заколоткин. А вот олимпийскому чемпиону Никите Крюкову чудом удалось зацепиться за попадание в полуфинал. Для этого ему хватило двух светящихся колец. Уже сегодня мы узнаем имена финалистов. Но перед тем, как мы начнем полуфинал, хотелось бы отдельно сказать про самого быстрого атлета отборочного этапа. Это Роман Заколоткин! Поздравляем! Рома, сегодня ты преодолел себя и выступил на пределе своих возможностей. Поэтому ты лучший! Это кольцо от топлива G-Drive, как символ твоего успеха сегодня. А также карта лояльности АЗС «Газпромнефть» с годовым запасом топлива. Будь первым вместе с G-Drive и удачей в полуфинале. Это Суперниндзя. Уже сегодня мы узнаем имена первых финалистов проекта. Сейчас атлеты могут немного выдохнуть, перевести дух. У них есть для этого немного времени. Но уже очень скоро им предстоит выйти на полуфинальную полосу и поворотиться заправо, называть себя финалистом Супершоу Суперниндзя! Не могу дождаться, чтобы выйти на трассу и пройти ее полностью. Все супер! Я заряжен на победу! Настрой боевой. Будем рвать и метать на этой полосе. Я однозначно пришла за реваншем. Трасса меня ждет. Полностью должен пройти эту трассу и показать пас. Но они даже не представляют, что их ждет. Я весь день сохранял спокойствие, но чем ближе к старту, тем сильнее меня раскручивает. Их ждет абсолютно новая и невероятно сложная двойная полоса препятствий. И состоит она из шести препятствий. Первое. Сиплай. На нем нужно доехать до противоположной платформы. Далее запрыгнуть на канат и перелететь до следующего препятствия. Подвесные карнизы. Их придется преодолеть только на руках. Третье препятствие. Подвесные бамбуки. Хватая за скользкие шесты, атлеты должны перебраться на следующую платформу. Затем дрожащая тропа. На ней необходимо удержать равновесие. Следующее препятствие. Кругоход. Его нужно преодолеть, перепрыгивая с одного вращающегося диска на другой. И финальная, отвесная стена. По ней нужно забраться на вершину, там сорвать светящееся кольцо и возложить его на пьедестал. Если атлет падает на каком-то из препятствий, то он может начать его проходить заново. На старт участники будут выходить по парам. Мы разделили их по принципу лучший с худшим. То есть первое место с десятым, второе с девятым и так далее. Правила понятны. И самое время перейти к первой полуфинальной дуэли. Думал ли тренер Роман Заколоткин, что ему когда-нибудь предстоит соревноваться с олимпийским чемпионом? Нашего суперниндзя это возможно. Роман Заколоткин против Никиты Крюкова! Рома единственный из нашей группы, кто смог собрать все пять колец, смог забежать на эту гору. Это показывает силу духа, это показывает стойкость, характер. Он морально очень сильный соперник, который не будет сдаваться, если не испугается меня. За всю, наверное, свою спортивную карьеру никогда так не переживал и никогда так не нервничал, как сейчас. Чтобы вы понимали, я когда в университете учился и жил в общежитии, у меня напротив моего рабочего стола висела его фотография с Олимпиады в Ванкувере 2010 года. Он один из лучших лыжников вообще мира считается и по сей день. Мне с ним рубиться. Это я вам скажу вообще непросто. Он думал, что ему достанется слабый соперник. Десятое место, как правило, это слабенький соперник. Но десятом стал я. Я видел, как он начал нервничать. Но я для него самый неудобный соперник. Никита, это последний человек, с которым я бы хотел выступать. Это атлет мирового уровня. Я спортсмен. Просто спортсмен. Ну, нервничаю я. У меня на ноги пляшет. Ничего сделать. Я усыплюсь буду. Конечно, Рома может меня испугаться, потому что против него выйдет лев, заряженный над борьбой. Что, слишком уверенно, да? Нет, почему это набор? Это восторг! Да я, может, вылечу, блин, и на первом же канате на этом. И сейчас все начнется. Сейчас решится судьба этих двух спортсменов. Ох, и горячая дуэль предстоит нам сейчас, друзья. Смотрите, как заряженный оба участника. Кто же одержит победу? Вот это интрига. Ваши овации, друзья! Обратный отсчет погнали! Ох, какой стоп! Мики-то вырывается вперед здесь на канатах и первым начинает преодолевать карнизу. Синхронные идут! Синхронные на бамбуке перепрыгивают. О-хо-хо, посмотри на это! Что происходит? Роман все еще немного отстает, а здесь они вместе. Вместе на другом ходе. Никита все еще опережает. Посмотрите, что происходит! Рома! Рома! Давай! Олимпийский чемпион! Бежит, бежит! Рома, Рома, Догоняй! Давай, давай, поднажми! Ой-ой-ой, вот это интересно! Смотри, Рома, Догоняй! Смотрим, смотрим дальше. Никита уже первым начинает сбираться по стене. Рома, Догоняй! К Киту, давай! Никита, если не ошибется, то он будет на вершине! Рома, давай! Олимпийский чемпион только что превзошел рекордсмена по гонкам с препятствиями. Это Супер Ниндзя! Здесь, возможно, все! Ура! Опытнейший тренер по гонкам с препятствиями. Лишь второй в этой дуэли! Ну что, что? Все замолчу, ребята. Не может поверить Роман. Не может в это поверить, что 37-летний атлет Никита Крюков сейчас оказался на вершине. Впереди него. Олимпийский чемпион ликует. Ликует уже не в первый раз. Но на новом пьедестале. А посмотрите, Роман... Посмотрите, насколько расстроен Роман! Очень расстроился. Он ставил все! Он ставил все, что у него есть! Все амбиции на участие в этом проекте! Он плачет прям, друзья! Никита пытается успокоить Романа. Господи, как же он расстроен! Мужик, мужик, мужик! Ох, х**! А ведь Никита это кумир, это спортивный кумир детства Романа. Представляете, что сейчас произошло? Вот так вот свела их всегда! Невероятным образом два атлета! Соревновались сегодня друг против друга! Я, конечно, могу сейчас говорить, что это не так страшно проиграть своему кумиру. Но я представляю, что значило это для Романа, это состязание. И вот такие драмы происходят у нас на проекте. Где он там? С ним все хорошо? Хорошо? На пути великого спортсмена всегда есть проигрыш. Но великим он становится только тогда, когда учатся вставать, идти дальше, работать и достигать своей цели. Дети будут смотреть и радоваться, и говорить, что папа дошел до финала. Что сотворил Никита Крюков только что? Он прошел нашу полуфинальную трассу. Знаете, за сколько? За 54 секунды! Ой-ой-ой! Это очень-очень круто! Ну что ж, Никита Крюков, первый финалист сегодняшнего шоу. Ну а мы продолжаем дальше. Максим Шароватов, или как бы я его назвал, 164 сантиметра нескончаемой энергии, всех очень удивил на отборочном этапе тем, что, несмотря на свой невысокий рост, занял второе место. Альпинист Сергей Трофимов столкнулся с технической неисправностью на нашей полосе. Но эта сложность не помешала ему залететь в десятку лучших. Максим Шароватов против Сергея Трофимова! Я один из самых маленьких участников этого проекта. Но я маленький, долгаленький. Рост Максима ниже почти на 20 сантиметров. Длина рук тоже может сказаться на каких-то подъемах, спусках, просто на перехвате. Посмотрите на разницу в росте, она сразу бросается в глаза. Мой плюс в том, что я младше соперника более чем на 10 лет. Я заряжен, я энергичнее, я быстрее восстанавливаюсь, и я готов побеждать. Возраст Максима может, скорее всего, его сбить с толку. Эта импульсивность молодого парня, дерзкого, может ему помешать. Но я буду двигаться на опыте. Ну что же, рост или молодость? Рост или молодость, не знаю. Ты про нас с тобой, Ром? Да. Ну что, парни, хорошей вам битвы! Я победитель. Я со всем могу справиться. Я это докажу. Будем идти до последнего, до конца. Будем ползти, прыгать, падать, лазить, подниматься, идти в бой до конца. И до победной точки наверх. Заруба будет мощная. Так, громко кричим, за кого болеем! Максим Покрасный! Вы все поняли, господа. Сейчас будет борьба не только атлетов, но и группы поддержки. Погнали! Сергей по синей дорожке, Максим Покрасный. Погнали! Начали, начали! Диплайн с канатом чуть быстрее оказывается Сергей. Максим вытыкается, а Сергей первым оказывается на карнизах. Ну, Макс, давай, давай, есть время. Максим, давай, Максим, давай! Сергей до бамбуков добирается, и он уже на них длинные руки свои он использует. Максима тем временем закрутила на бамбуках. Давай, давай! Сергей первым пробегает по шатким дискам и сразу же ждет. Он уже на кругоходе. А вот он лидер, лидер сейчас он нагоняет. Фактически догнал уже, ну, Макс! Догоняет! Догоняет, догоняет Максим! Сергей все еще держится, он спиной повернуло, его снова закрутило, нужно выправиться. Посмотри, Сергей какой молодец, а? Сергей первым подбегает, по среднему притягившая ответственная стена перед ним. Давай, давай, Максим! Фактически догнал уже, ну, Макс! Сергей начинает! Максим нагоняет его, получает страховку! Молодец, ускоряется! Посмотри, как Максим идет хорошо! Раскарцевый, то лифт ускоряется! Как плотно! Как они плотно идут! Сергей последний шаг! Непонятно! Что? Непонятно пока? Что это? Считанные секунды! Да какие там секунды, десятые секунды! Пока я не понимаю вообще! Они, по-моему, одновременно! Стой, подожди! Неизвестно, кто выиграл? Они, по-моему, одновременно положили кольца! Нам нужен повтор! Невероятный полуфинал, ребят! Просто с ума сойти! Мы рвем здесь голоса! Сейчас будут смотреть видео повтор! Кто же был первым? Они спускаются, посмотри! Они не спускаются! Они, очевидно, ждут решения! Решение не окончательное, друзья! Смотрим! Смотрим, смотрим! Вот он берет кольцо Сергей! Вот здесь взял его Максим! Первым был Сергей! Первым был Сергей! Девятое место! Против второго! И Сергей Трофимов наш финалист! А ведь до этого 10-е победило первое место! Что происходит сегодня? Не могу! Нормально! У тебя еще все впереди! Поверь! А мне надо было! Наверное, мне надо было поверь! Сергей на втором секунды оказался быстрее! Я вас поздравляю, друзья! Вась, мы вообще не устаем в полуфиналах повторять, что вот такое сумасшествие происходит! Друзья, это просто какой-то шквал эмоций и неожиданных поворотов! За это мы и любим спорт! И за это мы любим супер-ниндзя! Ой, это было потрясающе! Папа выиграл! Держи, иди, моя хорошая! Держи! Давай так, держи! Папа победил! Скажи, ура! Сегодня полуфиналом правят андердоги! Сможет ли лидер следующей дуэли изменить эту статистику? Смотрим! Правила нашего шоу таковы, что в полуфинальных дуэлях могут столкнуться даже очень хорошие друзья! Николай Гайдукевич и Анна Иванова являются именно такими! Но рейтинг отбора распорядился так, что кто-то из них должен будет покинуть шоу! Экстремальщик Николай Гайдукевич против матери троих детей Анны Ивановой! Когда я узнал, что я буду соревноваться с Анной Ивановой, я был обескуражен, эмоционально удивлен, потому что у нас с ней дружеские отношения, и выходить на трассу против друга не хочу! Это что-то невероятное! Мы с ним лучшие друзья! Я даже не знаю. То есть если бы человека я не знала, я могла бы вообще прям максимально разозлиться, да, там, на этого человека или как-то, да, то есть у моего соперника как-то включиться. И тут получается, что я должна разозлиться на собственного друга! Соревноваться с ней наравне не могу, потому что это есть мужчина и есть женщина. Как их можно сравнивать, я вообще не понимаю. Мне от этого, ну, неприятно, некомфортно. Коля мне очень жалко. Выиграет он или проиграет, укол такой будет. Как ты мог там девушку не пропустить вперед? Или как ты мог просто пропустить девушку вперед? Короче, любой исход, он будет уже ошибкой получается. Я не понимаю, как это вообще, как. Я никогда с женщинами не соревновался. Для меня это вообще что-то, что-то вообще из области фантастики. Да, конечно, он мужчина, я женщина. У него, возможно, есть какое-то превосходство в этом плане. Но я этого не чувствую. Я, может, должна это чувствовать, но я этого не чувствую. Мне как бы все равно, по сути. Меня это не так, мне кажется, цепляет, как сцепанет любого мужчину, который побежит со мной. Это для меня своего рода тоже препятствие и трудность, с которой мне придется справляться там на трассе. Да, я пришла за реваншем. Я хочу финал. У меня все для этого есть. Я сто процентов там буду. Я настроен на победу. Несмотря на то, что мне придется выйти на соревнования со своим другом. Что-то мне подсказывает, что чем бы не закончилась эта дуэль, будет по-настоящему больно. Жесть! Это жесть! Это жесть, друзья! Анна Иванова будет стартовать первой, потому что, конечно же, она, прекрасная девушка, Николай, будет ждать 10 секунд и только потом ринется ее догонять. Давайте смотреть, друзья! Два! Один! Анна начинает! Зиплайн перед Анной прыгает в одно движение. Еще вперед всем телом подталкивает, чтобы быстрее немного подобрала шаг, чтобы преодолеть канат. Здесь Николай уже пошел вперед. Все, оба атлета на трассе, и Николай преодолевает круг. А Анна в этот момент еще на карнизах. Он догнал ее! Все еще! Ой-ой-ой! Черт, она упала! Какое видное падение! Все, уже нет никакого преимущества, Николай рвется вперед. Он уже на бамбуках. Анна не унывает, Анна начинает второй раз преодолевать карнизы. Спускается с бамбуков Николай, сейчас будет преодолевать шатки и диски. Николай мог бы и упасть ради приличного. Он не побежал! Он медленно их преодолевает! Ну что ж, Анна, давай! Где же Аня? Молодец! Колесик, давай! Николай уже на кругоходе! Аня на бамбуках, да? Что-то там она никак не решится. Аня, иди, Аня, давай! Мама, давай! Все поддерживают Анну. Мама, давай! Эта девушка, эта бать дворик детей борется, борется, но Николай идет вперед. Как быстро он уже на последнем кругоходе. Давай! Уже спрыгивает или подбегается к чьей-то препятствию? Аня, ты не тот человек, который сдается. Давай! Аня будет идти до конца безусловно. Об этом знают все, кто смотрел наше шоу в прошлом и кто видел. Но Николай начинает! Николай начинает! Ответная стена уже перед ним. Аня, молодец! Разбегается нашатки и диски. Боец, мы ее знаем, видели. Все еще может измениться. Аня, давай! Одно препятствие разделяет двух атлетов, но Николай уже почти на вершине. Последние метры, считанные шаги остается сделать Николаю. Сейчас он будет переваливать. Мощным движением взлетает вверх. Есть! Есть! И кольцо на пьете стали! Николь остановится финалистом! Судьба свела Анну со своим другом и коллегой здесь, одним из сильнейших ниндзя-атлетов Николаем Гайдукевичем. И, конечно же, это очень сложно. И любая девушка, выступающая на этапе полуфиналов, конечно, является андердогом. Потому что с мужчинами, спортсменами соперничать очень сложно. Расстроена Аня, видно? Молодец! 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 И само попадание в финал очень много значит для наших участников. Я в своей подруге выбрал. Какая-то пакета. Супер-ниндзя, друзья, это такой же спорт, как и бокс или лыжи. И вы можете быть друзьями сколько угодно вне трассы или вне ринга. Но как только вы выходите на трассу или заходите в ринг, вы становитесь соперником. Вы видите это сами, какие эмоции сейчас бушуют здесь, вырываются из груди или прячутся внутрь. За это мы и любим, и ценим шоу Супер-ниндзя. Кирилл Сорокин просто хотел спасти котенка. А в итоге добрался аж до полуфинала проекта Супер-ниндзя. И в нем лучшему пожарному Москвы будет противостоять Федор Трубин, звезда прошлого сезона нашего шоу. В отборочном этапе оба этих атлета собрали по три кольца. Но Федор был значительно быстрее. Темп сейчас будет очень важен, поэтому Кириллу нужно ускоряться. Федор Трубин из Тюмени. Против Кирилла Сорокина из Москвы. Ну я не ожидал упасть. Я готов был доходить до конца. И тут такая вот оказия. Какие были эмоции? Ну как так? Вот такие мысли были. Федор Трубин ругает тебя там. Да, есть немного. Когда я узнал, что я прохожу в полуфинал, я понял, что теперь мне точно лажать нельзя. Нужно реабилитироваться и показать все, на что я способен. Мой соперник Сорокин Кирилл. Он спасатель котят. Профессиональный спортсмен и обыкновенный спасатель. Федор большой молодец, но и я не хуже. Поэтому мы зарубимся на все бабки, так сказать. Он знает, кто его соперник. И я думаю, это будет его подталкивать изнутри. Где-то зудеть, наверное. Кто его соперник? Его соперник, финалист прошлого сезона Соперниндзя. Федя, твои глаза горят победой. Но я потушу их на финиш. Настрой боевой на все сто. Готов рвать и метать эту трассу. Наш проект превратил Федора Трубина, скромного парня, в суперзвезду. Во что он может превратить Кирилла Сорокина, мы скоро узнаем. Ну что, давайте смотреть с нетерпением. Ждем начала. Полезлась. Вперед, парни. Битва. Синхронно выбегают, прыгают одновременно. И несутся вперед. Чуть быстрее сейчас Кирилл преодолевает канат. И они уже на карнизах. Синхронно идут. О, вот здесь Федя весь свой опыт показывает. И первым спрыгивает. Первым оказывается на бамбуках, но Кирилл не отстает. Давай, 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 Кирилл. Федя, держаться. Что сегодня творится с лучшими артетами, но я их не узнаю. Федор вырывается, преодолевает одно препятствие. А, отстал, отстал Кирилл. Но ненадолго. Ошибается Федор. Упал, блин. Давай быстрее догонять. Опять сегон. О, что происходит? Вниз падает. Спешка, спешка, Федя. Кирилл из-за спешки раскручивается на втором рукоходе. Да и Федор крутится. Кирилл решил покрутиться просто. Федя, аккуратно, вперед. Есть. Невероятно, Федор первым нащупывает нить прохождения. Здесь свой опыт использует Федор. Устают руки у Кирилла. Еще есть. Идем на начало препятствия Кирилл Сорокин. Давай, давай, давай. Давай. Торопится Кирилл, а Федор начинает восхождение вверх. Выдающийся атлет, который завоевал любовь миллионов людей. Он рвется к вершине шаг за шагом. Метр остается буквально. Переваливается. Да! Очередной финалист. И это... Федор Трубин! Да! Финалист! Ну что, мы поздравляем Федю уже со вторым финалом. Смотри, что демонстрирует сейчас Федор. Ну, тревожненько было за Федю в определенный момент. После вот этих приземлений на пятую точку, на мат. И у Кирилла были все шансы его догнать. Но, наверное, все-таки, вот если бы его не раскрутило, он бы первым дошел бы до стены, и он бы первым был бы на вершине. Сто процентов. Слушай, ну я горжусь, что у нас работают такие люди в пожарной службе. Невероятно просто. Мы искренне верим, что у нас все пожарные в такой физической форме. Если это так, то, ну, мы все в безопасности. Ничего страшного нет, Федя молодец. Он достойный, сильный соперник. Хочу сказать спасибо всем. А я спасибо хочу тебе сказать за то, что ты был с нами. Ты потрясающий парень, которого привел сюда котик. Но ты уходишь одним настоящим тигром. Спасибо большое тебе за твое дело. Больший опыт, гонок с препятствиями и более подходящая подготовка позволили Федору взлететь в финал нашего шоу. В очередной раз. История повторяется, я снова в финале. В этот раз, я думаю, покажу результат намного лучше. О, сейчас Орен Митц. В Минеральных водах уже три часа ночи. И к своему поединку готовится последняя и самая ожидаемая пара. А все потому, что нас ждет настоящая международная битва. Автомеханик Максим Потапов очень любит Россию. И сейчас у него будет отличная возможность постоять за ее честь. Ведь соперником Максима в полуфинальной дуэли будет Орен Митц из Израиля. Орен моложе, да и выглядит спортивнее. Но у Максима есть то, что нельзя недооценивать. Невероятная вера в себя и в свою страну. Простой мужик Максим Потапов против профессионального ниндзя-спортсмена Орена Митца. Максим Потапов. Потапов? Потапов. Потапов. Мой компетитер Максим Потапов. Он выглядит, как он очень большой и мастер-спортсмена. Я не боюсь. Этому израильскому звездюку я хочу утереть нос. И в России есть тоже сильные атлеты, даже простой автомеханик. Так что я ему создам очень хорошую конкуренцию на этой полосе. Он профессиональный ниндзя-спортсмен. И у меня практически шансов мало. Я буду стараться идти на пролом. Буду выжимать все свои силы, все свои возможности. Я буду давить его, но не дам ему расслабиться. Орен, в полуфинале я покажу тебе всю русскую мощь. Давай. Если Орен вдруг что-то повредит, ему хорошо. Ведь он поедет лечиться в Израиль. Давай, Максим! Давай, Орен! Обратный счет! Погнали! Ну что, погнал! Быстро начинают оба ответа. О, Максим падает! Макс, вызывай, возвращайся! А Орен уже продолжает преодолевать карнизы. Какой опыт у этого спортсмена! Максим нагоняет его. Медленно карнизы, Макс, медленно, давай! А Орен уже соскакивает, соскакивает. Оказывается, на бамбуках. Да что такое? Снова падает Максим. Макс, собрался, Макс! А Орен начинает вырываться вперед. Смотри, уже не торопится Орен. Тратит время, но делает все четко. Аккуратней. Но Максим, Максим, посмотри, не сдается. Вот он русский характер. Максим, давай! На кругоходах уже оказывается Орен здесь. Раскачивается. Одним движением преодолевает сложный кругоход в середине. Вот это скорость! Где Максим? Где же он? Он уже на бамбуках. Правильно, Макс, сейчас уже борьба с собой. Вот это скорость у Орена. Уже никаких ошибок он себе не позволял. И сразу идет вперед. Как быстро он это делает. Орен! 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 Начинает кайзить ноги Орена. Там остаются считанные сантиметры. Есть! Есть! На вершине у нас есть пятый финалист. из сегодняшнего выпуска. И это Орен Митц. И Израиль сегодня на вершине. Ну и очевидно, очевидно, большой опыт в ниндзя-спорте дает некое преимущество даже крепкому, стойкому духу русского мужика из города Люберцы. Нет, Максим Потапов прекрасно себя показал. Настоящий характер, настоящая стойкость, настоящее упорство. Да, несколько обидных ошибок, увы, лишили его шанса по-настоящему побороться с этим невероятно крутым международным ниндзя-атлетом. Но, Максим, ты был на нашем шоу, ты запомнился миллионам телезрителей. И ты большой молодец. Ну, как-то так. Сделал все возможное. Показал то, что автомеханик может тоже побороться и с профессионалами. АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящий мужчина с самыми настоящими сильными ценностями. Семьянин, отец и просто пример. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вами горжусь! Сейчас Орен Митц, который попал на наше шоу благодаря своему знакомству с Юрием Прокудиным, стал финалистом проекта Суперниндзя. Сейчас ему есть что доказывать. Все пять полуфиналов завершены. А это значит, что мы знаем имена первых финалистов второго сезона шоу Суперниндзя. И вот они! Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Альпинист Сергей Трофимов. Экстремальщик Николай Гайдукевич. Тренер по воркауту Федор Трубин. И ниндзя-атлет из Израиля Орен Митц. Ребята, поздравляем! Вы уже вошли в историю! Да, мы финалисты! Это было супер-шоу! Суперниндзя! Шоу, в котором даже уральский пельмень выглядит немного спортивнее. Это только начало! Впереди все самое интересное! Увидимся очень скоро на СТС! Что так долго говорит? Снимает еще! СТС-СООБЩЕНИЕ! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...